Очень приятно видеть так много народу. Подожди, говорить еще запись не пошла. Для записи это не важно. То есть на записи ты этого не скажешь? Я первый раз читаю лекцию в Москве, благодаря Павлу, это его инициатива. По его почину я повторил путь Александра Николаевича Радищева. Может быть когда-нибудь и второй путь Радищева я тоже повторю, мы доберемся до Сибири. Какой вы Егор оптимист, надо сказать. На самом деле, сейчас я попробую найти труп Распутина, но в этой... Акшен, которая снимала... Таким вот, ну им нужно было в этом нет, им есть вступать в фильмы, то, что его затем из-за чего-то и на жилья. Явно выстрел из боли... Ну вот есть вот такая фотография трупа Распутина, она не очень большая. Вот там есть, видите, контрольный выстрел. Я вам даже сейчас покажу, как в документальных фильмах... Как там, пошла запись? Ага, запись пошла. Ура. Чтобы это выяснить, знатоки даже натянули на желеобразную массу кусок мяса и продырявили его, затем изучив характер отверстий. Пришли к выводу, что убийство Распутина дело рук британской разведки. Это на самом деле говорится в британском документальном фильме, но мы вам скажем не это, мы вам скажем добрый день. Добрый день. У нас действительно экспериментальный сегодня вечер. Проект называется «Историк и журналист». Вообще, по идее, он должен был называться, конечно же, журналист-историк, потому что журналист типа третирует историка. Но мне очень не нравится это сочленение, журналист и-и-и-и-и-историк. Паша много лет пытался, не получается. Да, и поэтому я решил назвать его все-таки историк и журналист. Мы вообще планируем эти встречи сделать регулярными. И, в общем-то, то, что сейчас происходит, показывает, что надо уже как-то думать о неком масштабировании, как минимум, помещения. Это раз. Во-вторых, мы планируем выступать, возможно, даже не только в Петербурге и Москве. Это два. И, в-третьих, собственно, как формат-то встречи. Очень простой формат встречи. Звезда отечественной истории Егора Яковлев рассказывает его культурно, выдержанно, как он умеет. А я в своей быдловской манере иногда его перебиваю, задаю вопросы, ну и показываю картинки и так далее. То, что тема, которую мы сегодня выбрали, она, в принципе, абсолютно логична, поскольку ни мне, ни Егору не нравятся те тенденции, которые у нас сейчас в стране происходят. И он, и я, и на своих каналах, и на каналах Кровавой Гобни Гоблина неоднократно говорили о том, что вот эта вот монархизация головного мозга, которая сейчас начинает, она ни к чему хорошему не приводит. При том, что ни я, ни Егор, мы не имеем ничего против монархии как таковой. Более того, мы однозначно оцениваем позитивные какие-то вещи, которые были в монархической России. В отечественной истории. Да, но... В современной монархии я, например, имею. Ну, как бы, тут тебе сейчас напишут всякие навальнятые, а что, а Путин не монарх, разве? Вот, но суть в том, что тут ведь весь вопрос в акцентах, да? То есть, как акценты? Есть акцент России, которую мы потеряли, да? Была такая волшебная, прекрасная страна, и тут вот пришли орды, орды просто, я не знаю, да? И все это прекратилось. И вот Распутин — это одна из частей вот этой вот абсолютно дурацкой пропаганды и так далее. Поэтому, Егор, вам слово. Да нет, ты можешь сесть, на самом деле. Я хотел посидеть, пока ты вещаешь. Я очень коротенько, я буду вещать коротенько. В основном, это вещество. С чего начнем? Начнем, начать, предполагаю, с конца, 16 декабря 1916 года. Григорий Ефимович Распутин был жестоко убит в Ясуповском дворце на набережной Мойке в Санкт-Петербурге, столице Российской империи. Некоторые считают, что он был убит группой патриотических монархистов, которые хотели таким образом уберечь трон от ненужной хулы. Некоторые, в частности, авторы известного английского фильма, полагают, что к убийству приложила рука британская разведка. Вот там будет на заднем плане как раз Ясуповский дворец. Исследователь Олег Шишкин полагает, что не английская, а немецкая разведка стояла за убийством Распутина. Но, как бы то ни было, какой бы из этих версий или точек зрения мы не придерживались, понятно одно. Никогда бы Григорий Распутин не вызвал такой ненависти у придворных кругов, если бы он не занял совершенно исключительное положение рядом с царской семьей. И вообще, конечно же, Григорий Распутин – это уникальное явление в мировой истории. Потому что сходу нельзя назвать ни одной другой исторической фигуры, которая происходила бы из низших слоев населения и при этом заняла бы такое исключительное положение рядом с правящей монаршей семьей, не занимая никаких государственных постов. Это положение абсолютно уникальное. И вот как так получилось, что Распутин занял это положение, это на самом деле главный вопрос, о котором мы сегодня с вами и поговорим. Я бы выделил три основных причины, которые тесно связаны с теми процессами, которые происходили в это время в России и в мире, по которым Распутин стал тем, кем он стал. Первая причина заключается в том, что конец XIX и начало XX века – это период абсолютно аномального интереса ко всему оккультному и паранормальному. Почему это произошло? Сложно сказать. Есть разные точки зрения на этот счет. Я могу предположить, что параллельно развивались совершенно другие процессы. Мир входил в явно различимую полосу прогресса. Быстроходные суда соединяли континенты. Железные дороги делали путешествия на многие километры вполне реальными. Появились телефон, телеграф, самые современные средства связи. Мир как бы схлопывался, и было ощущение, что наука находится на пике своего развития, и еще чуть-чуть, и ничего неизвестного в мире не останется вообще. Людям, которые жили, для людей, которые жили в конце XIX – начале XX века, было очевидно, что каждый год происходят какие-то уникальные научные открытия. И казалось, что наука – это тот инструмент, который абсолютно все скоро раскроет, не оставив для человечества никаких тайн. И можно предположить, что этот интерес ко всему оккультному, пранормальному, мистическому был своего рода компенсацией этой научно-прогрессивной тенденции. Но так или иначе, действительно, во всех странах Европы и в Америке интерес к оккультизму резко возрос в этот период. И даже такие респектабельные люди, как, например, Артур Канандоль, знаменитый британский писатель, автор рассказов о Шерлоке Холмсе, был заядлым сторонником изучения всего мистического и оккультных практик. Он написал труд «История спиритализма». Спиритизма. Окей. Ну, я читал в переводе «спиритализм». Спиритализм. Окей. Вот. Видите, какой хороший? Вот. Причем он не просто написал такой труд, а он был самым, что ни на есть, заядлым практиком спиритических сеансов. И всячески пропагандировал идеи загробной жизни. Когда Алексей Николаевич Толстой приехал в Лондон и встретился с британским классиком, Канандоль ему сказал «Послушайте, господин Толстой, давайте мы условимся. Если я умру первый, то я постараюсь подать вам знак, а если вы умрете первым, вы уж расстарайтесь, подайте знак мне». И, в общем, все эти разговоры для высшего света всех стран Европы в то время не казались чем-то таким запредельным. То есть мы сейчас смотрим какой-нибудь канал РЕН-ТВ или канал ТВ-3 и мы понимаем, что это такой легкий бред во многом постановочный для высоких рейтингов. То есть если бы Сергей Дружко жил в конце 19 века, он бы был не на канале РЕН-ТВ, он бы был на Первом канале, он бы был самым почитаемым человеком. Президенты, премьеры, князья императорской крови жали бы ему руку и сказали бы с ним знакомство. То есть его никто бы не воспринимал как симпатичного, обаятельного фрика, все бы воспринимали его как очень серьезного человека, который делает что-то очень важное для них. Ну я вам хочу сказать, что у меня на канале есть лекция про спиритизм дома Романовых. Минутка рекламы. Да, минутка рекламы. Там рассказывается про некого господина Юма или Хоума или как угодно его называли. Вот он как раз точно так же в Америке договорился еще с одним мальчиком, кто из них первый умрет, тот подаст знак. Мальчик умер первый и он подал ему знак. И он его увидел. Это была первая и важная причина. И собственно в России это все тоже происходило, безусловно. И не только императорская чета Николая Александровича и Александра Федоровна, но и практически все их окружение точно так же увлекалось спиритизмом, магией и ездило в просвещенную Европу познакомиться с самыми передовыми оккультистами. Таким знаменитым оккультистом, магом и исследователем, пользователем, практиком разнообразных мистических учений был доктор Филипп Ансель Низье. То есть доктором он называл себя сам, но в реальности доктором он не был, потому что ни одно медицинское учебное заведение Франции так не собиралось выдавать ему диплом. Я сейчас проведу эксперимент, который я уже проводил во время своей лекции, но может быть кто-то был и видел. Как вы представляете себе реинкарнацию Христа на земле? Вот просто в голове сделайте себе этот образ, и я вам сейчас покажу портрет этого господина Филиппа, чтобы вы понимали, как на самом деле выглядит Иисус Христос на земле. Вот так. Ну, правда, сам он так себя и не называл, но действительно таким его считали некоторые его поклонники и поклонницы. И, кстати, впоследствии вот то же самое приписывали и Григорию Ефимовичу Распутину, генеральша Лохтина, его пылкая поклонница, о которой мы подробно потом поговорим, тоже считал его, правда, не реинкарнацией Христа, а воплощением бога Саваофа на земле. Так вот, Филипп Анцель-Мизье, французский оккультист и маг, был очень популярен и приобрел европейскую известность. Вот русские великие князья, наезжая во Францию, стремились посетить этого замечательного человека, познакомиться с ним и, так сказать, приобщиться к самым передовым веяниям оккультизма. Наиболее пылкой его поклонницей стала великая княгиня Милиция Николаевна, так называемая княгиня Черногорка, которая в доме Романовых имела славу главного знатока оккультных течений. И, да, вот она. Замечательно. Я подготовился. Молодец. Вот эта замечательная женщина имела репутацию и не без оснований главного знатока современных европейских оккультных течений. И, познакомившись с доктором Филиппом во Франции, она подпала под его обаяние. Но она была не единственной. Также к доктору Филиппу зашел на прием великий князь Николай Николаевич, двоюродный дядя Николая Второго, который мнил себя выдающимся военным. И в годы Первой мировой войны, в 14-15 году, будет занимать пост верховного главнокомандующего Российской императорской армии. Потом он отправится командовать Кавказским фронтом. Но вот он тоже очень-очень интересовался. Вот эта знаменитая фотография, обратите внимание, это мало того, что он дядя, он его прямой, ну, руководитель чуть не сказал. Командир, вот, великий князь Николай Николаевич Младший, а это Николай Второй. И вот по этой фотографии вообще все можно сказать. И вот эта мода оккультная, она в первую очередь захватывала не просто каких-то салонных хипстеров, которые стремились все самое популярное познать и попробовать. Она захватывала в первую очередь людей, которые были неуверены в себе. А император Николай Второй и императрица Александра Федоровна, особенно в первые годы своего правления, были чрезвычайно в себе неуверены. И Николай Второй, собственно, прибегал к спиритическим сеансам с какой целью, вы знаете? Он хотел посоветоваться с папой, да, потому что, как правильно сказал Павлик в преамбуле, Александр Третий действительно обладал несокрушимой волей. Идут споры вокруг того, был ли он выдающимся государственным деятелем или наоборот. Его политика консервативная способствовала приближению революции, но так или иначе, вот именно большой силы воли у Александра Третьего, безусловно, не отнять. И молодой еще наследник Никки, конечно, был в значительной степени подавлен этой волей. Он благоговел перед отцом, и когда отца не стало, а произошло это довольно неожиданно, он, естественно, стремился к тому, чтобы как-то воззвать его авторитету и получить те уроки, которые на самом деле при жизни отца он не получил. Потому что Александр Третий почему-то не считал необходимым вот так вот энергично вовлекать своего сына в государственную деятельность. И можно сказать, что в целом Николай Второй к государственному управлению был не подготовлен. А смерть царя Александра Третьего действительно была чрезвычайно неожиданной. В принципе, он был еще молод, до крушения в Барках в 1888 году отличался отменным богатырским здоровьем. И, в общем-то, никто не мог предполагать, что так быстро он скончается и Николай зайдет на трон. Вот поэтому Николай действительно участвовал в критических сеансах и вызывал дух своего отца и советовался с ним, что ему делать. В частности, советовался по вопросу, что ему делать с революцией. И Александр Третий сказал подавить революцию, не идти ни на какие уступки. И, в общем, это увлечение Николая Второго, оно даже было обыграно в народе, появились всяческие байки о том, что Николай спрашивает, что ему делать, а царь ему отвечает, вводи винную монополию. Ни в коем случае не отменяй винную монополию, иначе в государственном бюджете возникнет брешь. Что, кстати, и случилось. Да, что, кстати, и случилось в годы Первой мировой войны. Но, возвращаясь к Филиппу Ансельму Низье и милиции Николаевне, вот именно она, собственно, и посоветовала императорской чете познакомиться с этим выдающимся человеком, который откроет им неведомые знания и поможет в государственном управлении. Это знакомство состоялось еще в 1901 году, Николай Второй встретился тоже сначала во Франции с доктором Филиппом. Доктор Филипп ему понравился, он пригласил его в Санкт-Петербург, где Филипп, в общем, на некоторое время стал звездой высшего общества. Вот такой вот Сергей Дружков, французский, приехал и снискал большую популярность. Причем он оказался настолько популярен, что Николай Второй озаботился вопросом его медицинского диплома. Филипп Ансельму Низье был знаменит тем, что он вроде как врачеватель знаменитый, и он консультировал Александру Федорову. Александра Федоровна у меня нет, но вы представляете супругу Николая Второго, думаю, все. Она настолько сейчас растиражирована, куда не повернешься, везде она. Александра Федоровна очень переживала, что у нее рождаются девочки, подряд четыре. Вот она мыслила свою государственную задачу, таким образом, что обязательно нужно было в скором времени родить наследника. Переживала, это доставляло ей действительно большой дискомфорт. И вот Филипп Ансельму Низье взялся консультировать императрицу, как ей зачать именно мальчика. Надо сказать, что на этом пути он потерпел поражение. Но пока он жил при дворе Николая Второго, то пользовался большой популярностью и уважением. И Николай Второй начал по неофициальным каналам узнавать на французское правительство, почему же такого замечательного человека нет диплома медицинского. Ходят слухи, что пригласили какого-то шарлатана, а мы же видим, что он не шарлатан. И французские медицинские учреждения отказались выдавать этот диплом, поэтому диплом медика ему выдали в России. Там была более интересная история. Там эти два брата-акробата, Петр Николаевич и Николай Николаевич-младший. Просто Петр Николаевич был женат на милиции, а потом Николай Николаевич был женат на Стане, на ее сестре. Вот он приехал президенту фору, пытался объяснить, что ну как же вы не выдаёте дипломы. Президент на него смотрел такими глазами и говорил, ну вообще-то нужно образование медицинское для этого. Поэтому он ехал ни с чем обиженный. А вот в России, да, одарили дипломы медицинским. Потом Филипп Анцель-Низье вынужден был покинуть Санкт-Петербург. Там произошла история с ложной беременностью у императрицы. Он внушал ей, что она беременна, беременна мальчиком, но потом выяснилось, что это ошибка. Это подпортило его репутацию. Филипп Анцель-Низье заявил, что он чувствует, что ему срочно надо вернуться во Францию. И благополучно вернулся, но прислал вместо себя своего ученика и друга, доктора Папюса. Слушай, но есть истории такие, что наоборот Филипп был учеником Папюса, но мы не будем вдаваться в эти подробности. В общем, вас и пока пар. Другой дружко. Другой маг и оккультист, и масон. И его тоже приняли. То есть в команде оккультистов при дворке произошла замена. И вот этот замечательный человек теперь стал консультировать императорскую чету. Надо сказать, что он тоже уже приезжал в Россию. И вот именно он считался вообще главным спиритом Европы. И именно он проводил те спиритические сеансы, на которых Николай консультировал его папа. Но Папюс тоже долго-надолго не задержался. Его тоже призвала высшая сила вернуться назад в Европу. И он отбыл, оставив императорскую чету в одиночестве. Любопытная история связана как раз с подарком, который доктор Филипп сделал перед своим отъездом. Он подарил императрице икону с колокольчиком. И сказал ей, что эта икона непростая. Когда к ней будет приближаться какой-то враг или нехороший человек, этот колокольчик будет звонить. И надо сказать, что опять же императрица не покрутила пальцем у виска. Она отнеслась к этому вполне серьезно. И вспоминала об этой иконе в переписке уже в 1915 году. То есть через 10 лет, в разгар Первой мировой войны, когда царь стал верховным главнокомандующим и уехал в Ставку. Она ему писала, помнишь, Ники, наш первый друг, она его называла первый друг, «Доктор Филипп подарил мне икону с колокольчиком, который звонит, когда ко мне приближается злой человек. Я знаю, кто друг, а кто враг. Слушай меня, это Бог хочет, чтобы твоя бедная жена была твоей помощницей». Таким образом она давила на него и пыталась заставить его принять те решения, которые казались ей правильными. То есть она относилась к этому, ко всей этой мистики и ко всему этому оккультизму на полном серьезе. Вопрос, почему? Вы помните The Image with the Bell? Да, уже были у меня на лекции. Они на английском просто переписывались. И там вот я показывал прямо скрин этого письма The Image with the Bell. То есть как бы, ну это 16-й год уже, то есть все нормально. 15-й, 15-й год. Все, пушки бьют, паровозы ездят. А у императрицы вот этой огромной державы, икона с колокольчиком. И она пишет своему супругу, которая является, в общем-то, владельцем этого всего. Говорит, что вот есть, есть тут некий препарат. Да, ну вот почему императрица была такой? Конечно, не потому, что вся Европа увлекалась оккультизмом. То есть хотя высшие сановники Европы были не чужды из политических сеансов, но все-таки у них это, так сказать, удерживалось на грани какого-то реализма. То есть сегодня они этим развлекались, а завтра они шли и жили в реальной жизни. У императрицы же было по-другому. И это как раз связано, видимо, с той травматичностью, которую императрица пережила, приехав в Россию и выйдя замуж за Николая. Потому что с самого начала у нее начался конфликт с императрицей Матерьевой, достойной императрицей Марией Федоровной. И можно сказать в целом, что гор ее не принял. Она практически не говорила по-русски, потом научилась говорить по-русски с акцентом. У нее был довольно нервный и вздорный характер. Она с трудом заводила знакомства, была закрыта, недоверчива. И, по сути, проникнуть в ее психологическое состояние мог только самый ближний круг, который она завоевала далеко не сразу. И вот на первом этапе в ее окружении мы фиксируем всего несколько человек. Это, собственно, сам император Николай II и ближайшие подруги. А ближайшими подругами ее стали как раз сестры Черногорки, о которых мы и начали говорить. Это Милиция и Стана Николаевна, которую в России стали называть Анастасией. И вот примерно до 1907 года это ближайшие подруги-императрицы, которые эту дружбу пытались эффективно использовать со своими очень прагматическими целями. Значит, Милиция и Стана – это дочери Черногорского короля, которые учились у нас в Смойленом институте. И их отец принял решение оставить их в России с политическими целями. Они должны были выйти замуж из-за русских великих князей и таким образом укрепить, с одной стороны, влияние России на Балканах, смысл этого династического брака со стороны России, а с другой стороны, укрепить некие амбиции балканских государств, Сербии и Черногории, которые, в общем, к этому моменту расцветали пышным цветом. То есть, Сербия и Черногория во второй половине XIX века окончательно обрели независимость и в скором времени поняли, что независимости им мало, что все южные славяне могут объединиться в едином государстве, некой такой Югославии, которая будет вот в Великой Балканской державой. В Петербурге мысли, что это условная Югославия будет находиться под протекторатом России, под покровительством России, но в Черногории и в Сербии это скорее признавали и об этом скорее говорили для того, чтобы получить помощь, но тайно вынашивали свои вполне прагматичные планы стать самостоятельным игроком в каком-то отдаленном будущем на международной арене. И можно сказать, что милиции Стана были такими черногорскими милитаристками. Плюс еще денежки тянули благополучно. Да, да. И, в общем, первое, что они сделали, это они стали тянуть деньги из русского императорского двора в свою пользу, постоянно лоббируя интересы Черногории. Сергеевич, видишь, иначе как их черными пауками не называл? Ну да, их как только не называли. Галками, воронами. В общем, они всем двором были нелюбимы. Александра Федоровна тоже была нелюбима двором. И вот на этой почве они и сошлись. Вторая причина – это вот любовь к оккультизму, спиритизму, потому что милиция Стана стали поставлять ко двору всяких разного рода странных персонажей, пользуясь вот этим одиночеством и нервным состоянием императрицы. Егор, я думаю, надо уже переходить к главному персонажу, потому что время тик-тик. Это главный персонаж. Это первый час, у нас будет прякула. А последующие пять мы посвятим. Ну хорошо. А ты во сколько выезжаешь на Сапсане? Неважно, когда кончишь, я поеду. Значит, очень важным является следующий факт. Дело в том, что Анастасия Николаевна, она была замужем за герцогом Лихтенбергским, но своего мужа она не любила, и муж ее тоже не любил. Это был сугубо династический брак. Лихтенбергский был уже пожилой человек, у него уже были дети от первого брака, и к Стане никакого интереса он не проявлял. Сразу после… они поженились, несколько лет вместе прожили, потом, видимо, страшно друг другу надоели. Лихтенбергский уехал в Париж и практически не возвращался в Россию. Стана жила здесь одна, ее страшно, Александра Федоровна за это жалела, как же она, бедненькая, живет без мужа. Но надо сказать, что Лихтенбергский – это сын Марии Николаевны, дочери Николая Первого. И поженились они исключительно, потому что Александр Третий, когда милиция вышла замуж за Петра Николаевича, чтобы ей было не обидно, Анастасия тоже подумала, что ей надо было возвращаться на родину, а зачем? И тогда Александр Третий попросил герцога Лихтенбергского взять ее в жены. А когда царь просит, то тут немножко… Этот брак был очень неудачный и вполне логично, что он в скором времени распался. А распался он потому, что Анастасия встретила мужчину, которого она полюбила. И не просто полюбила, а поняла, что этот человек имеет амбиции для того, чтобы воплотить ее мечты. Это был уже упомянутый нами великий князь Николай Николаевич Младший. Тот самый дядя царя, который манил себя великим полководцем, новым Суворовым. И, кстати, действительно пользовался огромной популярностью в войсках, был огромного роста, обладал звучным голосом, умел произвести впечатление на офицеров и солдат. И поэтому до начала войны считал, что действительно это новый Суворов. И бухал очень стойко. И вот еще одно качество у Николая Николаевича было, которое Стане чрезвычайно импонировало. Николай Николаевич ненавидел немчуру, ненавидел немцев. Считал, что немцы очень зазнаются. Это он в детстве. Австрийцы тоже зазнаются. И ждал, прям с нетерпением, ждал, когда же разразится война. И он сможет немцев побить и австрийцев во главе русской императорской армии. Ну, а главный очаг войны, будущий, пороховой погреб Европы, это Балканы. Собственно, та самая Черногория и братская Сербия. О возвышении которой так мечтала Стана и ее поддерживала ее сестра Милиция. Поэтому, разведясь Лихтенбергским и выйдя замуж за Николая Николаевича-младшего, Стана приобрела в его лице не только мужа, но и исполнителей ее потаенных политических надежд. И, собственно, все те люди, которых она продвигала ко двору императора Николая Второго, они и раньше, в общем-то, приезжали туда и оглядывались на своих покровительниц из Черногорского дома. Ну, а после того, как она вышла замуж за Николая Николаевича, то стало понятно, что она совершенно явно будет лоббировать его интересы и будет настроена чрезвычайно воинственно. У черногорских сестер появился интерес, чтобы приставить к царю нового человека, который бы, собственно, пиарил Николая Николаевича и действовал в интересах, в том числе и политических, вот этих черногорских великих княжен. И вот этим человеком стал Григорий Ефимович Распутин. То есть, первоначально в императорскую семью его вела вот эта Черногорская партия, скажем так, Черногорская партия, которая стояла за войну на Балканах. Это очень важно. Это был такой проект. Да, это был проект. Но это была не единственная партия, которая, в общем, продажировала Григория Ефимовича Распутина. Второй такой партии было черносотенное православное духовенство. И вот почему. Ну, во-первых, православному духовенству очень не нравились все эти мистические оккультные увлечения. Вы спросите, при чем тут Распутин? Ну вот, долгое время они даже не подозревали, что Распутин какой-то маг и колдун, они его воспринимали как святого человека. Сейчас мы до этого дойдем. Значит, второе, что очень сильно угнетало молодую генерацию православных архиереев, это распространение сектанства и, скажем так, раскрытие старообрядчества. Они видели в этом подрыв нравственных устоев и, собственно, просматривали четкую связь с ростом революционного движения. Революционное движение растет не потому, что существует там классовая борьба, существуют угнетенные слои населения, существует проблема труда и капитала. Революция растет потому, что народ отклонился от нравственности, от настоящего православного христианства. И всякие сектанты это скрытые революционеры. А в это время действительно очень активно растут такие секты, как главной страшной сектой являются хлысты, это главные враги ортодоксальных православных христиан, молокане и прочие-прочие разные более мелкие секты. Лидерами вот этой вот партии черносотиного духовенства являются архиепископ Феофан, в это время ректор духовной академии в Санкт-Петербурге, и архимандрит Гермоген. Вот это Феофан в центре с Распутиным стоит, вот он, видите, такой, и вот у нас Гермоген непосредственно. Вот эти два православных архиерея являются главными покровителями Распутина в момент его появления в Санкт-Петербурге. Их цель ввести в императорское окружение своего человека, который бы удержал царя от грехопадения, который бы поддерживал его в борьбе с революцией, который бы наставлял его на правильный путь. И, значит, доносил до него мысль, что русский народ, он православный, он за него, а все революционное окружение, это какие-то враги, враги России и престола, и церемониться с ними не надо. Надо подавлять их чрезвычайно жестко. Я прошу прощения, вы Распутина-то все слечили, на всякий случай? Да. Значит, ну вот вопрос, как в поле зрения всех этих людей попал Григорий Ефимович? Очень просто. Он был уроженцем села Покровское, Тобольской губернии. В юности он был известен своим односельчанам странными вещами. Ну, во-первых, его обвиняли в конократстве, обвиняли в домогательствах к другим крестьянкам. Но надо сказать, что несмотря на все вот эти слухи, которые ходили на реальные обвинения и разбирательства, его никогда не осуждали. Никогда не осуждали. И еще один факт, очень важный для понимания биографии Распутина, что детство и юность, он был очень болезненным человеком. И это, видимо, подтолкнуло его на религиозный путь, хотя и достаточно экзальтированный. Григорий Ефимович Распутин с 18-19 лет каждый год после окончания страды начинает совершать паломничество. Сначала это паломничество, как правило, в разнообразной монастыре Сибири, в первую очередь в Верхотурский монастырь, в окрестностях Екатеринбурга. Потом он совершает паломничество на Афон и приобретает славу святого человека, истинного христианина. Эта слава приобретается им в этих местах паломничества, именно в монастырях. Но когда он возвращается в свою деревню, он начинает творить вещи действительно странные. Он собирает вокруг себя некое окружение, читает с ними молитвы. В основном это окружение женское. Но иногда он начинает совершать какие-то практики, которые совершенно несовместимы с православным вероучением. Например, он ходит вместе с этими женщинами в баню и заставляет их омывать его тело. А также потом мыться и даже пить воду, которой он омылся сам. Впоследствии, когда все эти истории привели к трём разбирательствам, связанным с принадлежностью Распутина к истинному православию или его отпадению от истинного православия, Распутин впоследствии признавал, что он делал это неправильно, хотя он в Петербурге будет всё это делать тоже потом. Но он признавал, что он делал это неправильно и объяснял это так, что это был способ приобщить этих женщин к истинному христианству, потому что он видел, что они заедаемы гордыней. А как гордыню из человека изгнать, как его излечить от этого греха, унизить их? И вот он таким образом всех этих женщин унижал и, соответственно, их от греха освобождал. Я знаю столько роликов, где освобождают от греха таким образом. Вот, оказывается, откуда-то пошло-то, на самом деле. Это подражание. Подражание. А первоисточник-то вот он. Да, да, да. А мы докопались до корней. Да. Вот. И, собственно, ещё первый донос на Распутина был ещё написан в 1902 году, вот, но тогда и гуни дали хода. Потом будет разбирательство в 1907 году и в 1912 году. Вот. И многие недоброжелатели Распутина, чтобы уж так совсем его под православие отсечь, будут говорить, что он не просто там запутавшийся и какой-то своеобразный, а он именно хлыст принадлежит к секте хлыстов. И, значит, специальную экспертизу по этому вопросу закажут крупнейшему исследователю сектанства дореволюционной России Владимиру Дмитриевичу Бочбруевичу, большевику и будущему первому управляющему делам совнаркома. Это сектор хлыстов, у них один из ритуалов был как раз такой. Это называется родение. Родение. Родение – это доведение себя до некого экстатического состояния через причинение усилий и некой сексуальной практики. Ой, через причинение насилия и некой сексуальной практики. Так вот, про Бочбруевича. Когда Бочбруевич с Распутиным познакомился, то Распутин немедленно проявил одну из своих уникальных, одно из своих уникальных качеств. Это уникальное качество, это выдающиеся актерские способности. Когда Распутин оказался у Бочбруевича дома, он замер и уставился на портрет, который висел у Бочбруевича на стене. Бочбруевич тем временем спросил, я знаю, что многие люди считают вас мудрецом, человеком, который может помочь и рассказать что-то, до чего человек сам дойти не может. Тогда Распутин с блеском руками сказал, да что ты, какой же я мудрец, вот мудрец, он подбежал к портрету, посмотри, какие умные глаза, хочу к этому человеку, вези меня к нему, хочу с ним говорить. Бочбруевич ему сказал, да что ты, батенька, он же давно умер. Распутин поник и сказал, а очень жаль, очень умный человек, как бы я хотел с ним поговорить. Внимание, вопрос, чей портрет висел на стене у Бочбруевича? В отца. Кого? В отца. Карла Маркса. Совершенно верно. И есть ощущение, что вот эти актерские способности Распутин очень активно применял и во время паломничества по монастырям, потому что действительно его репутация в этих монастырях стояла очень высоко. И в Петербург он прибыл с несколькими рекомендательными письмами от настоятелей, которые писали о нем как об истинно святом человеке, проникшем самую суть православия. И, собственно, вот в Петербурге его о нем узнал сначала Феофан, а потом оказал поддержку Гермогер, и они стали осуществлять пиар-компанию под названием «Святой Старец» из самых нердр русского народа. Феофан начал возить его по разным светским салонам, где к нему первоначально относились точно так же, как к Филиппу и Папюсу, интересная диковинка. Надо сказать, что Распутин сразу же начал там зажигать. То есть он не просто там скромно и чинно сидел в сторонке, изрекал какие-то умные мысли, он сразу же начал, выбрал такую манеру поведения, очень агрессивную. Он начал обличать, так сказать, зазнавшихся и зажравшихся аристократов. Первый такой случай произошел на приеме у графини Игнатьевой, который ткнул угазательным пальцем в нос и сказал «много ты о себе мнишь, тише надо быть, скромнее». Все обалдели, но это истерпели, и слухи о Распутине пошли как о человеке, который истинную правду глаголит и не дает высшим людям империи зазнаваться. Нужно, так сказать, быть скромнее, не унижать народ своим превосходством. И, в общем, эту роль Распутин вполне успешно отыгрывал все первые годы пребывания в Петербурге. Слухи об этом замечательном человеке в скором времени дошли и до императрицы. И милиция со Станой сумели ввести царя, ввести Распутина, организовать первую встречу. И пока что еще не ввести, организовать первую встречу с императорской четой произошло это 1 ноября 1905 года. Но по дате легко определить, что в это время царь находился в чрезвычайно взвинченном состоянии, потому что это был разгар революции 1905 года. И императрица также чрезвычайно переживала. И вот тут появился божий человек Григорий, который впервые сообщил императорской чете, что русский народ за них, а революция, она инспирирована какими-то внешними или даже внутренними темными силами. Но русский народ, представителем которого он является, он за них. Это был бальзам на душу Николая II, бальзам на душу императрицы, которые с этого момента и до самой смерти Григория Распутина будут воспринимать его как плоть от плоти русского народа, как представителя русского народа, который единственный говорит им чистую правду. В то время как все остальные интриганы, все остальные негодяи, все остальные обуреваемы какими-то прагматичными желаниями и просто врут императорской чете ради того, чтобы добиться каких-то своих целей. А Распутин говорит правду. Тут надо еще сказать, что вообще в принципе была, это вот сейчас парадоксально звучит, но была мода на русский народ. То есть вот, например, Есенин, это все вот волна такая, они приходили в светские салоны, в лаптях во всем таком, и их воспринимали как некое вот оно, дуновение настоящее, настоящее. Да, мы с Павликом говорили о том, что действительно Распутина в чем-то можно сравнить с Сергеем Александровичем Есениным, потому что он также, оказавшись в столицах, первое время отыгрывал образ человека, который пришел из глубин, для того, чтобы, из глубин народных, для того, чтобы рассказать вот этому извращенному, тостливому Петербургу о том, как живут настоящие русские люди. И, в общем, интерес и к Распутину, и к Есенину, он во многом был вызван именно тем, что у них был имидж настоящих, а не каких-то испорченных светских пустышек столичных. Ну и знакомство, соответственно, произошло в Петергофе, как раз на даче сестры Черногорска. Есть запись у Николая II о том, что он был, или чай, познакомился с Человеком Божьим, Истобольским Григорием. Ну, конечно, нельзя говорить, что сразу с 1905 года Распутин приобрел на царя, и особенно на императрицу, такое огромное влияние, каким он пользовался впоследствии. Его влияние росло в связи с тем, что у наследника, цесаревича Алексея, выявилась гемофилия. Это достаточно известная история, редкое заболевание, несвертываемость крови, при котором очень опасны любые ушибы, любые порезы, в результате которых кровь не может остановиться. И Распутин действительно был единственным человеком, который умел останавливать кровь у цесаревича, и таким образом спасал ему жизнь. Понятно, что все эти события очень сильно повлияли на умонастроение Александры Федоровны. Она была и так-то, в общем, нервной женщиной. Я думаю, что можно, наверное, не будет преувеличением сказать, что после выявления болезни у ее сына она стала истероидной. Ой, все. И только Распутин был единственным человеком, который умел с этой страшной угрозой справляться. Это не только личная трагедия, это еще и государственная трагедия. Наследника-то нет. Если Алексей умрет, соответственно, будут большие проблемы. Поэтому Николай II буквально потребовал у своего брата Михаила Александровича не совершать марганатического брака. Он был влюблен в женщину не императорской крови. Михаил ему пообещал не совершать этого брака и слово свое нарушил. Таким образом, если бы Алексей умер, то корона неминуемо бы из семьи уплывала в другую ветвь. И это, конечно, доставляло Николаю дополнительные переживания. А Распутин действительно каким-то чудом умел Алексея лечить. И исследователи обращают внимание, что его лечение достигало успеха даже дистанционно. В чем здесь может быть разгадка? В чем разгадка? Вероятно, что Распутин обладал уникальным терапевтическим влиянием. Он умел, возможно, силой внушения сужать артерии, и это приводило к остановке кровотечения. Причем известны случаи, когда даже телеграмма Распутина, например, посланная в 1912 году, Цесаревич тогда находился в Польше, на границе Польши. У него случился очень серьезный приступ, и вся Россия в этот момент уже прекратилась к его смерти. Но Распутин прислал телеграмму, в которой сообщал, что Цесаревич не умрет, все будет хорошо. Эту телеграмму пропрошили наследнику, и через некоторое время он успокоился, и кровь перестала течить. Поэтому, действительно, роль Распутина в спасении наследника престола неоспорима. Да, у нас просто прошли академические 45 минут. Я хочу дать возможность людям выдохнуть немножко, потому что все так уже напряглись. И мы как бы давай подведем некую черту. То есть, Распутин вошел в царскую семью. Распутин со временем приобрел влияние. Вы все поняли прекрасно, почему это произошло. Я бы сказал так, да, в качестве резюме. Распутин фактически, начиная где-то с 1907-1908 года, становится членом императорской семьи. Когда будущего министра внутренних дел Протопопова допрашивала чрезвычайно следственные комиссии Временного правительства, ему задали вопрос, каким влиянием обладал Распутин на императора и императрицу. Протопопов ответил, он был близким человеком и как со всяким близким человеком с ним советовались. Вот это вот идеально определяет тот характер взаимоотношений Распутина с императорской семьей, который установлен научно. А вот теперь я хотел бы задать вопрос Золу. А вот есть царь, императрица и Распутин, который лечит царя, и он ближайший друг царя. Вот это хорошо или плохо? Я прошу прощения за такую, может быть, тупую постановку вопроса, но тем не менее. Вот хорошо это или плохо? Если на пользу, то хорошо. Левый муж, семья, всегда плохо. А хорошо и плохо кому? В стране, государству. А если сохраняешь жизнь наследнику, то хорошо? то есть вы уже сейчас видите да что если мы ну просто мы просто как бы задали себе простой вопрос и мы на самом деле понимаем что однозначного ответа на это как бы нет то есть вы не понимаете то есть они допустили ошибку просто подпустив его к решению каких-то болезнь наследника держалась в тайне совершенно правильно заметили но на это было как раз пиарное основание что если бы страна об этом узнала ну а с другой стороны получается в семью царя входит непонятно кто непонятно чем занимается и ведет себя еще и ну давайте тогда перейдем может быть тому как он себя вел да безусловно это самый важный момент потому что если бы распутин был чем-то вроде духовника императорской семьи или врача которые периодически посещают наследника и великих книжок думается что никаких слухов о темных силах окружающий императорский трон связанных именно с распутина не произошло но григорий ефимович очень быстро стал упиваться тем положением которые он совершенно внезапно занял первое что он понял это то что после того как царь и царица сделали ну и царь и особенно царица сделали фактически членом семьи был и покровитель ему в общем-то не нужны нет конечно он по-прежнему оглядывался и на феофана и на гермогена и на сестер черногорак он стремился соблюдать с ними хорошее отношение но они все требовали и требовали от него а он в общем уже не считал необходимым исполнять все что они требовали вот более того он видел что некоторые требования они входят в общем в диссонанс желаниями царя и царицы и в частности например царица очень резко негодовала когда стану вышла замуж за великого князя николая николаевича она этого брака не хотела вот и как только кто-то заговаривал в ее обществе что это прекрасный брак вот как замечательно что стану наконец-то вышла замуж императрица резко обрывала и заканчивая этот разговор почему потому что он прекрасно понимала что николай николаевич человек очень амбициозный во первых он хочет войны на царь войны не хотел в этот момент и от войны его отговаривала его ближайшее окружение в лице петра аркадьевича столыпина на предпремьер-министра и министра финансов владимира николаевича каковцова вот а во вторых николай николаевич давил он вот этой своей харизмой он давил в том числе и на царя вот он был популярнее царя в войсках во всяком случае вот и поговаривали поговаривали что николай николаевич сам не прочь занять трон и ему его предложат в январе 1917 года вот поэтому вот это вот конкуренция с николаем николаевичем она очень императрицу пугала и бесила прямо скажем вот и брак с милицией которая брак со страной которая в общем тоже своих амбиций не скрывала показался императрицы опасной а распутин милицию в этом отношении распутин стану в этом отношении не не поддерживал вот и в общем 1907 года начинается скан начинаются один за другим скандалы связанные с вот этими вот вот этими вот антипатиями в результате которых отношения дружба между императрицей черногорками заканчиваются и распутин он остается с императрицей царем они черногорками вот и милиция составные начинают клясть его на чем свет стоит это враг он значит пользуясь нашим доверием нами как инструментами значит воспользовался для того чтобы втереться в доверие государям и типа сменил хозяев вот и с этого момента милиция страны составной ведут себя совершенно отвратительно распуская грязные слухи про распутина но и про императрицу тоже в частности про ее лесбийскую связь с фрейлиной вырубовый анны вырубов а она вырубова очень несчастная некрасивая но неплохая и глупая женщина в этот момент становится после скажем так отставки вот этих сестер черногорак именно она становится ближайшей подругой императрицы да именно она становится ближайшей подругой императрицы и вот вырубова и распутин это по существу два самых близких человека помимо царя да и детей к александре федоровне до самого краха империи но нас конечно и николай николаевич наши тоже проникся сначала у него была любовь к распутину а потом он точно также проникся ненавистью к нему и из друга стал врагом тыка все то же самое конечно пытались императрицу как-то заткнуть чтобы распутин не внушал что николай николаевич этот топ вот делать этого не хотел делать этого не хотел и более того значит впоследствии уже в 1912 году окончательно себя проявил как анти николай николаевич свои анти николай николаевические настроения дело в том что 1912 году возникло начались балканские войны вот и вся вот эта военная партия встрепенулась и стала побуждать царя к тому чтобы вмешаться в войну на балканах значит окончательно разгромить турцию нанести поражение австрии и создать вот эту вот югославию о которой они все грезли вот но значит в окружении царя финансово промышленный блок находился возглавляемый в этот момент премьером каковцовым уже после смерти столыпина к концу как каковцов был резким противником войны и он царя в общем царю очень объяснил что война сейчас нам чрезвычайно невыгодно у нас не закончилось перевооружение финансовая система не готова поэтому вот как раз путин говорил 20 лет мира внешнего и внутреннего вот надо это обеспечивать столыпин да как столыпин говорил 20 лет мира внешнего и внутреннего надо обеспечивать любой ценой пока нам войну не объявили надо искать компромиссы вот конечно вот если вы возьмете там разные конспирологические издания например там олега платонова какого-нибудь там написано что столыпин что распутин сыграл главную роль в том что император в 1912 году не вступил в войну это не так главную роль сыграли конечно премьер-министры и его окружение потому что правительство было в целом против она была противником вот этой придворной партии но распутин действительно высказался в том смысле что война это плохо распутин политически не мыслил он мыслил более на потовом уровне он говорил царю да война это плохо как же так люди будут друг друга убивать и так жизнь плохая а тут еще тяжелее будет нет войны не нужно вот но тут же пошли слухи что всему виной распутин то распутин отговаривает царя воинственная партия подавала что подавала себя в качестве патриотов которые стараются к славе россии а вот этот вот мужик грязный из собольской купернии разврат но он тут значит это сбивает царя с патолыку и не дает ему вести патриотическую политику то есть важный момент что слухи про распутина распускались не только как бы революционной пропагандой но и они исходили точно также из аристократической среды не странно покажется понимаете в чем дело вот но точно также точно также распутин отвязался и от своих патронов православной церкви потому что очень скоро феофана в частности него возникли большие трения с императорский с императорской семьей значит в чем там в чем было дело вообще значит дело в том что вот феофан и гермоген это откровенные черносотинцы это сторонники союза русского народа это люди которые резко критикуют царя за то что он все-таки дал конституцию за то что он учредил государственную думу а там же ты да да что он потакает жидам вот открытый открыт они его критиковали значит и это люди которые ну например гермоген отказался значит служить панихиду по вере федоровне комиссаржевской нашей знаменитой актрисе значит потому что было известно что вера федоровна сочувствует революционному движению она даже однажды находясь с концертом в городе баку вот весь свой гонорар отдала леониду красину большевику так сказать на революционные дела вот и гермоген отказался служить по ней панихиду потому что вот это вредный человек также он предлагал отлучить от церкви леонида андреева дмитрия мережковского то что они пишут такие вот наглые и возмутительные произведения не поощряющие русскую монархию афеофан это человек который по сути реализовал анафему льву николаевичу толстому поэтому вот в общем был примерно портрет этих людей понятен и они подбирали себе команду считали распутина частью этой команды считали что именно в этом ключе и должен на царя влиять вот а распутин с какой-то определенного момента не хотел в этом ключе влиять потому что ему и так стало хорошо вот по большому счету и как мне кажется загадка распутина она на самом деле решается просто этот человек просто хотел хорошо жить хорошо весело и интересно вот он был самый обычный хитрый обыватель которому выпал счастливый билет он отыгрывал ту роль которую императорская семья от нее ожидала от него ожидала зачем ты это делаешь зачем ты все разрушаешь что зачем ты все это разрушил просто человек хорошо жить характер такой а как же были чтобы его пожалели а как же всего то что мы читаем в интернетах и на телевидении вот еще не хотел принимать участие никаких этих политических интригах его бесило что на него постоянно давят он хотел хорошо пожить тем более что у него вроде получалось вот то есть он там мог приехать в царское село побыть царем но потом он был предоставлен сам себе вот и жил он на полную катушку правда вот давай же полную карта здесь мы переходим к истории про полную катушку проблема заключалась в том что действительно распутин не был тем человеком который жил в какой-нибудь александро-невской лавре и значит изредка приезжал в царское село побеседовать на духовные темы значит его квартира была и находилась на горах 64 была известна всему петербургу петрограду впоследствии каждое утро к нему значит он после своих путешествий по светским салонам приобрел огромное количество поклонниц он действительно был человеком производящим магнетическое ощущение на женщин одну экстрасенсорная не экстрасенсорная сложно сказать короче он нравился женщинам понимаете очень очень сильно нравился женщинам вот я русская звезда да он был он был таким я я называю это словом фрик он был фриком реально он был чем-то необычным он был в диковинку считал что он может открыть некие значит истины которые вот в этом светском испорченном петербурге уже открыть никто другой не может вот поэтому он очень быстро приобрел такой же кружок почитательниц которые которые у него был в свое время в селе покровская только теперь в этот кружок входили не крестьянки а жены генералов сенаторов книги графини значит и прочие знаменитые люди вот как скучно жилось представлять в эритическом петербурге что вот как бы вот это все стекало действительно горохова 64 горохова это чтобы вы понимали но выбросы да это вот средний луч это и рогатки трех то есть невский горохова вознесенский от берут листа открой пока сейчас я буду говорить открой пожалуйста файл цитату прочту и вот каждый день у него собирался такой кружок преимущественно состоящий из женщин с которыми он пил чай общался которому хамил грубил иногда и бил вот иногда их ласкал и уже само по себе это даже если там не было бы какого-то сексуального контекста уже само по себе это производила странное впечатление то есть ближайший друг царской семьи который часто наезжает в царское село ведет какой-то такой образ жизни который явно предосудители почему же императрица и царь его терпят как это так получается и потом вот эти женщины они зачем-то приезжают явно же не просто так неужели просто поговорить если туда приезжают женщины а он ездит в царское село, то делает ли он с императрицей то же самое, что делает с теми женщинами, которые приезжают к нему на Горохово? Все эти вопросы общество будоражили, потому что все это было на виду, это никто не скрывал. Вы правильно сказали, что про гемофилию никто не знал, гемофилию на последнике никто не знал, а вот про это знали все. Об этом говорили в Петербурге, в Москве, в провинции. Это была главная тема условно-кухонных разговоров того времени. Ты мне в ВК это скинул? Да. И пылкие поклонницы Распутина, которым надо было оправдать каким-то образом, потому что они туда ездят, они рассказывали, что это такой человек. То есть пределы там у него был, ближайший круг состоял примерно из 40 женщин, которые периодически ротировались. Они рассказывали про него, что это вот светоч, это человек, который открывает нам что-то новое. А некоторые фантазировали, что он открывает им новое не только в философско-духовном смысле, но и в смысле сексуальном. И постепенно эти слухи разрастались и разрастались, как снежный кум. Я вам скажу так, доподлинно мы не знаем, что там конкретно происходило. Да как же ж, как же ж. Мы не знаем этого точно. Почему мы этого не знаем? Потому что Распутин стал разменной картой в политической игре, и про него действительно было придумано очень много всяких лживых мифов и баек, целью которых было через Распутина демонизировать царскую семью. Но дыма без огня не бывает. И безусловно, даже если эти все байки истории верны на одну пятую, то наверняка уже этого достаточно для того, чтобы понять, что Распутина к трону подпускать было нельзя. Он вел себя слишком развязно для того, чтобы быть лицом придворного окружения. А он по факту им был. Сейчас. Вот. Значит, и даже дочь... Да ты скажи, найду. Мне нужна цитата из... Ты во сколько уезжаешь? Да не знаю, я же сказал. Нет, я просто думаю, что можешь все-таки сделать, ты ирочешь хотя бы на три минутки. Значит, вот смотрите. Дочь Распутина... Ну, он меня не слушает. Распутин, вернись в мою окружу. Отбился. Я сди, Павлик, подожди. Не сбивай меня. Значит, дочь Распутина, Матрёна, оставила мемуары, к которым много вопросов. Но вот в одном эпизоде в отношениях с генеральшей Латиной мемуары Матрёны находят подтверждение и в других источниках. Это очень любопытно, то, что происходило вот в квартире Распутина, согласно воспоминаниям его дочери. Итак, значит, вот этот отрывок начинается с воспоминания женщины по имени Акулина, которую Распутин якобы исцелил. Вскоре после исцеления Акулина попросила освободить её от обета послушания, почувствовав, что монастырская жизнь не позволит ей в достаточной степени выразить благодарность Господу. Она решила идти в мир и посвятить жизнь заботам о больных и нуждающихся. Так и сделала. Здесь уместно сказать о том, что поступая так, Акулина в точности притворила на учение отца, хотя он ничего ей, видимо, не внушал, не объяснял. Идея о служении миру в миру составляла центральную часть взглядов отца. Потом Акулина вошла в тесный кружок, вот этот, сложившийся возле отца. Уверена, что она не притворялась преданной отцу, она и была таковой. Однако вспомнил слова отца из его жития. Ах, хитрый враг хитрый ловит вообще спасающихся. Наступил день, когда духовная благодарность Акулины за исцеление обернулась другим сильным чувством, совсем не духовным. Она не скрывала этого, наоборот. Иногда казалось, что Акулина опять становится одержимой. Анна Александровна рассказывала мне, как это выглядело со стороны. Анна Александровна вырвала. Акулина сидела у ног отца, не слушая его протестов. Часами могла стоять перед ним на коленях, буквально переползая за ним из комнаты в комнату, не желая сесть на стул даже для того, чтобы поесть. Акулина целовала руки отца не со смирением, как можно было бы ждать от ученицы, а со сладострастием Магдалины. Акулина выхватывала у отца стакан с водой, допить. И не просто допить, а непременно с той самой стороны, с какой пил отец. Таскала потихоньку из бельевой корзины ношенные вещи отца. Разумеется, отец никогда не переступал порогу приличия в отношении с бедной девушкой. Но вот с генеральшей Лохтиной это произошло. Ольга Владимировна Лохтина была хорошенькой блондинкой. Хорошее начало, да? Ума там никакого не было и подавно. Но, как бы она сейчас определила, прелесть глупости, несомненно, изобиловала. Анна Александровна называла ее пустышкой и прилипалой, но на первых порах не видела в ней ничего дурного или опасного. В отличие от бедной Акулины, страстно любившей отца, но не смевшей сказать ему об этом, Ольга Владимировна не чинилась. Привыкнув кружить голову сослуживцам мужа, а муж ее был генералом, она рассчитывала быстро получить взаимность от моего отца. Приемы у Ольги Владимировны были, как ей казалось, более утонченными по сравнению с Акулиниными, но, честное слово, выглядели они намного отвратительнее. Она приходила к нам в дом, надушенная самыми сильными духами, которые только можно было найти, в декольтированных платьях, подчеркивающих прелести, а их отрицать никак нельзя, фигуры. Но все было тщетно. Как-то раз она сказала отцу, чуть не плачешь, что ее муж болен. Она прекрасно знала, что отец не оставит без внимания человека, которому был обязан. А ее муж давал уроки русского языка Распутину. Он учился писать. Отец пришел к Лыхтиным в назначенное время. Его встретила Ольга Владимировна, одетая в прозрачный фигуар. Она ввела его в маленькую гостиную, не успела он спросить о здоровье мужа, как она сбросила свое единственное одеяние и обняла его. Захваченный врасплох неожиданным нападением Ольги Владимировны, отец сдался, так как его стойкость была подорвана многомесячным воздержанием. Настал час Ольги Владимировны. В ее хорошенькой, но не твердой умом головке все перепуталось. Она стала напрашиваться на приемы в видные дома и рассказывать обо всем происшедшем, добавляя от раза к разу немыслимые детали. В конце концов, она договорилась до того, что отец есть Господь Бог, а она сама воплощение Пресвятой Девы. Отец казнил себя за минутную слабость, но сделанного не воротишь. Вошедшая во вкус и находящая живую поддержку в салонах бриджистов, Ольга Владимировна хотела продолжения. Отец же запретил принимать ее в нашем доме. Тогда Ольга Владимировна приняла на себя новую роль, соблазненной и покинутой. В этой ипостаси ее поощряли еще больше, чем прежде. Над Ольгой Владимировной потешались уже в открытую, и вскоре перед ней закрылись все двери. Кто-то надоумил ее просить защиты у Илеодора. До Илеодора мы еще дойдем. Значит, ну вот смотрите, да, то есть все, что произошло с генеральшей Лохтяной, может быть, не в том виде, в каком описывает Матрена Распутина, но так или иначе было. Вот, и, в общем, уже вот одних этих картин было достаточно для того, чтобы сформировать представление о происходящем на квартире у Распутина, как о невиданном разврате. Туда же ходили не только женщины. Дело в том, что как только стало понятно, что Распутин приближен к царской семье, туда потянулись разные чиновники, которые искали место и просили за них походатайствовать. Купцы, которым нужен был выгодный подряд, которые Распутин мог помочь получить. Вот, и разные другие люди. Даже граф Сергей Юрьевич Литте, которого, значит, в 1905 году выгнали с поста председателя Совета Министров и больше, так сказать, перекрыли ему путь к государственному служению, пытался вернуться, несмотря на то, что Распутина ругал и ненавидел, но пытался вернуться на государственную службу через Распутина, посылал к нему свою жену Матильду. Вот, говоришь, они про ту Матильду сняли фильм. Вот, это очень интересная женщина, которая... Матильда Лисаневич, это как бы... Дикарея своего мужа. Да, мы, может быть, сделаем отдельно. Кстати, можно сделать отдельную лекцию, посвященную Сергею Юрьевичу Витте. Другая Матильда, именно. Другая Матильда, кстати, да. Другая Матильда, отличная. Настоящая Матильда. Вот. И все эти люди, проходившие через квартиру Распутина, видели там Акулиину, ползающую из комнаты в комнату, или Ольгу Вадимову Лахтину, которая там вылила пол-литра духов на себя. Вот, все это, конечно, в общем, расходилось. В Петербург, вот. А Распутин себя... Ну, в Петербурге он еще себя сдерживал более-менее, но вот, когда он выезжал в Москву, он себя не сдерживал уже вообще. Впоследствии, в 1915 году, произошел знаменитый дебош в ресторане Яр, вот, где Распутин, по слухам, опять же, по слухам, потому что происходило все дело в закрытом кабинете, вот, и доподлинно никто не знает, но, по слухам, там произошел пьяный стриптиз в исполнении Григория Ефимовича, значит, с официантами. Ресторан Яр, он раньше располагался на углу Неглинной Кузнецкого моста, я вам покажу просто вот это вот здание, оно сохранилось, я там вводил экскурсию миллион раз, я там все зале опять повторю. Вот про него-то Пушкин писал, долгами в тоске голодный пост невольно соблюдать, и телятиной холодной, и трюфлей ярость вспоминать. Это угол Неглинной и Кузнецкого моста. А потом он переехал в здание на нынешнем Ленинградском проспекте, это нынешний угол этого самой Ленинградки, и третьего транспортного бегового. Вот, там оно располагается. Ну вот, Распутин, он гулял уже на Ленинградке. Помощник министра внутренних дел Джунковский после вот этого дебоша подал доклад императору Николаю Второму, но доклад Николаю Второму не показался убедительным, и в итоге со своего поста следил Джунковский, а Распутин не потерял своего расположения. Значит, и в общем, когда все вот эти слухи пошли, то Феофан и Гермоген поняли, что они вообще как бы просчитались с человеком, которого они поставили к царю. То есть они-то хотели праведного старца поставить, который будет исполнять, а это вообще какой-то ужас. Значит, у них было несколько запасных вариантов. Они, в принципе, были, обладали вариативным мышлением. У них... Будьте здоровы. У них был юродивый Митя Козельский, который Распутина ненавидел. Ненавидел, потому что до приезда Распутина перед Петербург он рассматривался как наиболее вероятная кандидатура, наиболее вероятная кандидатура, значит, которую поставили... Конкурент. Да, конкурент поставил царю. Когда, так сказать, Митя Козельский понял, что он проиграл Григорию в конкурентной борьбе, он его возненавидел просто люто. Вот. Это, в частности, проявилось в следующем. Значит, Феофан и Гермоген составили интригу. Они пригласили в Петербурге на Ярославское подборе Григория, значит, и попытались его там... В общем, убедить его, чтобы он уехал из Петербурга и вернулся к себе назад в Покровское, и там зажил. Значит, Григорий отказывался, говорил, вы что? Я же, ну, у меня все хорошо, зачем? Вот. Тогда Митя схватил ножницы и попытался кастрировать Григория своего конкурента. Святой отрезать. Ну вот, да. Значит, а Гермоген схватил пудовый крест и начал Распутина бить по голове. Вот. Распутин бежал, вот, спасся, все у него было хорошо. То есть это первое покушение на Григория Федоровича Распутина? Оно оказалось, да, оно оказалось неудачным. Еще без английского. Он боялся, кстати, боялся, что император станет не на его сторону. Но император, значит, по правилу расследования убедился, что там действительно была попытка, на нашем случае, членовредительства. Вот. И это на самом деле, это на самом деле и стало концом Феофана и Гермогена как влиятельных церковных деятелей. Потому что с этого момента они отлучили, которые были отлучены и сосланы в провинциальные епархии. А Феофан еще умудрился, так сказать, себе помочь тем, что он начал обличать сестру императрицы Елизавету Федоровну. Елизавета Федоровна пришла в голову светлая мысль ввести в православную церковь чин диаконис. У нас только диакон, диаконис нет. Феофан завопил, что это жуткая ересь. Елизавета Федоровна еретичка, попытался тоже, значит, как-то воздействовать на царя. В результате он тоже фавор потерял. И таким образом вышло, что Распутин всех переиграл. Ну и, конечно, еще одна очень важная фигура, которую у Феофана Гермогена она была калибром поменьше, как бы, это иеромонах Элеадор, в которой... Вот, сидит Распутин, Гермоген и Элеадор. Да. Элеадор на роль Распутина не годился. Он предназначался для другой роли. Это был пламенный трибун, который, значит, ездил по провинции и произносил там зажигательные черносотенные речи о том, что власть в России захватывают жиды, о том, что, значит, революционеры это враги, император им потакает, вот, русский народ должен объединиться и очиститься. Значит, периодически он публично вывешивал портрет Льва Николаевича Толстого и ходил в него, плевал, вот, демонстрируя, так сказать, свою верность к православию и приобрел этим невиданную популярность. Даже в Петербурге его влияние побаивались, вот, но пока Гермоген был в силе, значит, ему удавалось Илиодора прикрыть. Но, значит, когда Гермоген и Феофан свою силу потеряли, вот, Илиодор тоже, так сказать, изменил свое отношение к Распутину, до определенного момента у них были нормальные отношения, и решил, видимо, подстрекаемый своими патронами, решил воспользоваться теми возможностями, которые у него были. Илиодор выкрал у Распутина письма, которым писала императрица Александра Федоровна и ее дочери, великие княжные. И вот эти письма, они, вообще, они достаточно целомудренные, они есть в открытом доступе, вы можете их почитать, вот, но для того времени и для тех представлений того времени о том, как должна себя вести императрица, они были достаточно экзальтированы. То есть, там нет, конечно, никаких сексуальных намеков в этих письмах, императрица просто пишет, друг мой дорогой, как я по тебе соскучилась, хочу упасть на твою грудь и уснуть на ней. Вот, такие вещи, которые императрица писала Распутину, как близкому другу, как члену семьи, вот, но в тот момент они, значит, были поданы в контексте какой-то ужасающей скабрезности, и произошло это, потому что они попали в руки, через или Адора, они попали в руки к лидеру партии активистов Александру Ивановичу Гучкову. А, значит, с конца нулевых годов 20 века Александр Иванович Гучков становится главным тараном самодержавной монархии в России. Это человек, который считал Николая II абсолютно бездарным монархом, человеком, которым не способен провести модернизацию в России, человек, который вообще, в принципе, не способен управлять страной. И именно он является мотором буржуазной революции, которая, в общем, в феврале и произойдет. Это человек, который строит заговоры против царя. И, что немаловажно, Гучков это человек, который прекрасно, в отличие от Николая II, понимает силу информационных технологий. Силу информационных технологий, потому что Николай II этого вообще не понимал. Он вызывал к себе министра внутренних дел Макарова и говорил, почему все газеты пишут про разврат Распутина. Прекратите это. Закройте газеты. Он не понимал, что наступил новый век и закрывать газеты бессмысленно. Нужно создавать свои газеты, которые будут бороться за влияние. А вот Гучков это прекрасно понимал. Он сам владел несколькими газетами, имел другие, имел широкие связи в журналистском мире. И как только вот эти письмена к нему попали, он сразу же их выбросил в прессу, потом распространял в списках их, отпечатал на гиктографе копии. И в общем скором времени достоянием высшего света Петербурга стала мысль, что Григорий Распутин спит с императрицей Александрой, а может быть и с ее дочерью. Я хочу подчеркнуть, что опять-таки Гучков не революционер. Нет, как не революционер? Он революционер. Он не революционер в том виде, в котором мы сейчас революционеры представляем. Безвазный революционер. Да. Он представитель вот того круга, которая привела к февральской революции, которая у нас почему-то все начинается с октября 1917 года, пришли большевики, все-все-все-все-все. А вот это вся предыстория. Он не Навальный и не Явлинский. Ближе к Ходорковскому. Да, потому что он больше человек бизнеса, скажем так. Потому что у него был определенный вес, он был лидером партии октябристов. И он был, это как раз третья дума, я уж не помню, где он там блистал. Третий председатель Третьей думы. Да, он был председателем Третьей государственной думы, на секундочку. То есть это была персона, извините меня, но не какой-то иммигрант там, прости господи, Троцкий там приехал, никто не знает никак. Его отличие от представителей партии революционной демократии заключалось в том, что он был респектабельным и абсолютно легальным человеком. Да, да. То есть это был ну как бы абсолютно социализированный человек на виду, человек с весом, медийная персона, и которая по идее, по идее не должна была в нашем представлении совершать тех действий, которые она совершала. Но это просто к чему я хочу сказать, что опять-таки кто революцию-то устроил? Да, кто проклятые жиды-большевики? Или все-таки была определенная предыстория, например, вот как в случае с господином Гучковым? Значит, и здесь мы переходим к финальному акту нашей драмы, к тем событиям, которые, собственно, и привели к убийству Григория Распутина. В 1914 году все-таки разразилась Первая мировая война и сложилась такая ситуация, при которой Россия уже никак не могла ее избежать, хотя бы потому, что Россия объявила войну в отличие от 2012-го и 1909-го года. Германия объявила Россия войну, несмотря на действительно титанические усилия. И Николая II, его министр иностранных дел Сазонова, избежать войны не получилось, в первую очередь, потому что ее хотела именно Германия. Решение о войне было принято именно в Берлине. Часто тоже есть такая байка, что Распутин в это время уехал в Покровске и там на него было совершено покушение экзальтированной дамой по имени Хиония Гусева. Она много лет была больна сифилисом, у нее был валившийся нос. На этой почве она стала очень верующим человеком и попала под влияние проповеди Илеодора. В новой версии проповеди Илеодора главным врагом стал именно Распутин. И она подпал под это влияние попыталась ударить его тесаком тоже целью промеженность как и Митя. Все святое там есть. не получилось но удар она нанесла сильный даже не буду подробностей рассказывать физиологически. В общем как бы угроза смерти Распутина существовала и когда начиналась Первая мировая война он действительно лежал в больнице тяжело раненый и существуют такие конспирологические версии что это Нина Стариков любит что это Хиония Гуси это агент британской разведки которая пыталась убить Распутин для того чтобы он не предотвратил Первую мировую войну. Но на самом деле конечно предотвратить Первую мировую войну в этот момент было невозможно еще раз повторяю потому что Россия в эту войну в принципе и особо вступать не хотела она положила все дипломатические усилия которые могли бы ее предотвратить решение о войне было принято в Берлине именно Германия объявила войну России а не наоборот и вот собственно именно война и вызвала тот политический кризис одним из проявлений которого стало убийство Распутина 1914 год война в принципе идет достаточно успешно часто говорят справедливо о поражении второй армии Самсонова в Восточной Пруссии но ведь в это же время происходит более крупная более масштабная Галицийская битва в которой Россия одерживает победу занимает Галицию государственная пропаганда трубит о том что Россия наконец-то присоединила оставшийся кусочек Киевской Руси старинный и вот теперь и Львов тоже наш и все это благодаря императору Николаю II в общем-то авторитет монархии укрепляется и так происходит до начала 1915 года когда Германия совершает прорыв на фронте и начинается так называемое великое отступление русской армии и вот в этих условиях все военные неудачи они связываются конечно с предшествующей деятельностью царя это он виноват в том что все так происходит это он назначил тех людей которые не подготовили армию к войне в этих условиях активизируется оппозиция и в первую очередь конечно уже упомянутый нами Бучков который развивает бурнейшую деятельность по развитию интриг направленных против царя и династии эта тема на самом деле отдельная лекция я читаю лекцию большой популярностью пользуется лекция про дело Мисоедова это очень важное дело когда по сфабрикованному обвинению в шпионаже в пользу Германии был казнен полковник Мисоедов и большую роль фабрикации этого дела сыграл Александр Иванович Гучков и подчиненная ему пресса а царю нечего было противопоставить вот это дело последствием повешения Мисоедова абсолютно невиновного в данном случае было то что возник вопрос кто назначил Мисоедова на свою должность выяснилось что это военный министр Сухомлинов и его тоже впоследствии отдали под суд ну а Сухомлинова кто назначил а Сухомлинова назначил царя у царя жена немка а если она немка то наверное она тоже шпионка да и царь тоже наверное шпион шпион жонат появляются вот эти слухи о том что царица по прямому проводу докладывает в Берлин где будут наступать или отступать русские войска именно по этому поражению а не потому что немцы лучше действуют если вы думаете что этим слухам были подвержены только какие-то серые массы то я вам хочу сказать что нет в первую очередь им были подвержены серые массы в первую очередь им была подвержена аристократическое окружение царя но вот государственная дума и как следствие высший офицерский состав да и в этих условиях условиях военных неудач и накопления претензий к царю и царскому правительству кадровый резерв все больше и больше сужается потому что Николай понимает что верить ему абсолютно некому и он назначает последних в ком видит хоть какой-то проблеск преданности престолу вот и в 1915 году он смещает на фоне военных поражений он смещает великого князя Николая Николаевича с поста верховного главнокомандующего и занимает этот пост сам прекрасно конечно понимая что он не является никаким великим полководцем вторым суворовом и он расценивает этот свой шаг как шаг своего рода пропагандистский как шаг эмоциональный он хочет показать своей армии что в это тяжелое время российский император не осиживается в садском селе он со своей армией он со своим народом на фронте на передовой но у этого шага были как позитивные последствия потому что на какое-то время Николаю действительно удалось поднять свой авторитет в войсках так и негативные уехав в Ставку в Могилев Николай утратил возможность влиять на государственные дела во всем случае оперативные и вот в этих условиях происходит впервые Александра Федоровна раньше просто физически не могла вмешиваться в государственные дела но теперь она начинает в них реально вмешиваться и постоянно бомбардирует Ставку своими письмами с советами как надо управлять страной и в этих письмах через слово звучит упоминание нашего друга хотя скажем ну в смысле Распутина скажем честно что император далеко не всегда следовал советам своей жены видимо рекомендациям какими-то Распутина но тем не менее тем не менее вот в этот момент действительно влияние царицы и Распутина увеличивается Распутин не был никаким политиком он как я уже сказал мыслил на абсолютно бытовом уровне но поскольку он уже сам по себе был раздражающей фигурой для общества то все негативные назначения все непопулярные назначения связывались именно с его именем в 1916 году на пост премьер-министра был назначен Борис Владимирович Штюрмер и либеральная оппозиция тут же завопила как можно назначать человека с немецкой фамилией на пост премьера в момент войны с Германией Борис Владимирович был давно уже обрусевшим он никаким немцем не был и претензии к нему были не потому что он немец а потому что он был яростным консерватором он был яростным консерватором и либеральная оппозиция очень боялась консерваторов во главе правительства. Почему? Потому что Первая мировая война, ее коалиционный состав, имел определенную идеологическую окраску. В Антанту вошли конституционная монархия Англия, республика Франция и самодержавная монархия России. То есть два, условно говоря, демократических государства и одно тираническое, самодержавное. И российские либеральные круги были очень рады складыванию Антанты, надеясь, что во время войны отстала самодержавная монархия Россия подтянется под общий формат и станет республикой, ну или конституционной монархией хотя бы. Собственно, за что и радовали персонажи типа Гучкова и Милюкова. А противостояли им настоящие тирании, такие же, как Россия. Германия во главе с Кайзером, Австро-Енгрия во главе с императором, ну и Турция это вообще. Значит, и, в общем, пропаганда Англии и Франции, она везде подавала эту войну, как войну демократии против тирании. А Россия портила всю картину. Вот. И поэтому либеральные круги, они возлагали надежды, что если вот не прям сейчас, то в скором времени у нас государственный строй тоже изменится. И это произойдет тем скорее, чем быстрее в правительство попадет человек либерально-демократических взглядов. Поэтому с 15-го года, вот с начала поражений, так называемый прогрессивный блок, то есть коалиция либералов, она требует назначить ответственное министерство, то есть министерство, которое будет назначено, ответственно не перед царем, а перед Государственной думой. Ну или хотя бы назначить правительство из либералов. А царь не хочет. Царь назначает из консерваторов, из тех, кто верен, предан лично ему. И вот Штюрмер. А Штюрмер действительно, ему не очень нравится эта война. Он по большому счету германофил. Он понимает, что Россия терпит очень большие сдержки, самые большие потери и часто действует не в свою пользу. И размышляя так, он конечно не один так размышлял, а так размышляла целая придворная группа, настроенная консервативно, консервативно-монархически. То есть вот те же самые круги, которым принадлежали Феофан и Гермоген в свое время. И вот это назначение беспокоит как либералов, так и британское посольство. В 1916 году происходит несколько событий, которые англичан очень сильно взволновали. Первое из этих событий это визит в Петербург Иосифа Колышко. Иосиф Колышко, бывший сотрудник министра финансов, сотрудник Сергея Юрьевича Викте, который долгое время жил в Швеции и был там завербован немецкими спецслужбами. Он приезжает в Россию и встречается здесь, пользуясь своими старыми связями, встречается здесь со Штюрмером. Считается, что он зондировал вопрос о сепаратном мире. И после визита Колышко Штюрмер встречается с британским послом Джорджем Юкиненом и делает совершенно странное заявление. Он показывает ему на три картины, которые висят у него в кабинете. Они изображают три конгресса, закончившие войны 19 века. Венский, парижский и берлинский. И говорит, что скоро здесь будет четвертая картина, потому что скоро здесь у нас в Петербурге пройдет новый конгресс, который закончит эту войну. Бюкнин говорит, как в Петербурге. Этот конгресс должен быть в Берлине. Мы должны взять Берлин, свергнуть кайзера и после этого провести там конгресс. А Штюрмер улыбается и ничего на эту тему не отвечает. Второе событие – это так называемый инцидент Булацеля. Тоже черносотенный публицист Булацель публикует статью, в которой сообщает, что вот в Англии разговаривают о том, что мы должны взять Берлин. Это кто должны взять Берлин? Мы Антанто должны взять Берлин. Но понятно, что это русские должны взять Берлин, потому что англичане даже на два километра за всю войну вперед не продвинулись. А стоит ли нам вообще брать Берлин? Не лучше ли замириться с великодушным кайзером Вильгельмом? Вот. Значит, эта статья тоже вызвала большой гнив Джорджа Бьюкинина. Булацелью пришлось явиться в британское посольство и извиняться. Но, вернувшись домой, он написал еще одну статью, где все-таки подпустил шпильку, написав о том, что его обвиняют в том, что он не патриот. Так вот, он не больше не патриот, чем Михаил Иларионович Кутузов, который после победы над Наполеоном в 12-м году советовал Александру Первому не переходить границу и не добивать Наполеона, потому что это будет в пользу англичан. Вот. Значит, то есть в придворных кругах формируется группировка, которая считает, что России не нужно вести войну до победного конца в том смысле, что не нужно брать Берлин. Да, действительно, прошло великое наступление немцев, они занимают часть территории России. Польшу, Прибалтику, часть Белоруссии. Но мы тоже нанесли поражение странам Четверного Союза. Мы занимаем часть территории Австро-Венгрии, мы занимаем значительную часть территории Турции. Есть предмет для торга. А давайте-ка мириться. Вот. То есть возникает совершенно... Причем речь идет не о сепаратном мире, да? Не о том, что Россия за спиной союзников заключит какой-то мир. А речь идет о том, что вот эта группировка будет работать в направлении, чтобы этот процесс пошел дипломатическим путем. Потому что от войны устают все народы, и пацифистские движения с 16-го года начинают активно развиваться и в Англии, и во Франции. В Англии еще и ирландское восстание пасхальное, так называемое, происходит. Вот. То есть речь идет о том, что может быть заключен общий мир, но не до окончательной победы. Не до победы, а со взятием Берлина, Гена и Константинополя. Вот. Царь к этому отношения не имеет. Сразу скажу, потому что царь до самого конца оставался сторонником войны до победного конца. Но проблема заключалась вот эта правоконсервативная группа. Она довольно ясно осознавала все те сложности, с которыми сталкивается Россия. Россия войну не выдерживала. В 16-м году это уже стало понятно, что российская промышленность, российская экономика и российский транспорт, и российская финансовая система войну не выдерживает. Если срочно не начать какие-то действия, которые приведут к миру и сохранят нам лицо, то все может навернуться, как в принципе и произошло. Ну вот я называю эти фамилии Штюрмер, Булацель. Они волновали, конечно, очень волновали британское посольство. Но главным источником этих слухов, главным источником вот этой идеологии о заключении мира в британском посольстве считали Распутина. Почему? На это упирали как раз те же самые Гучков и Милюков, потому что Распутин был самым простым инструментом для демонизации царя и царицы. Это Распутин царицу поддерживает и подговаривает. Если убрать Распутина, то вот эти влияния прогерманские на царя исчезнут. К тому же здесь не до конца раскрыта и редко упоминается исследователями совершенно особая роль Илеодора. Здесь мы возвращаемся к этому интересному герою. В мировой его звали Сергей Труфанов. Он снял с себя сам, развернул свою риторику буквально на 180 градусов, объявил, что он больше никакой не православный, что попы все врут, что вообще атеист, в бога не верят. И с этим багажом он приехал в Соединенные Штаты Америки. А Соединенные Штаты Америки это очень коммерческая держава. Там в то время за информацию было принято платить. Моя любимая история, что Льву Николаевичу Толстову пообещали баснословную сумму за то, что если он только на четвертиночке листа расскажет содержание романа «Воскресенье», то сразу там что-то, по-моему, 5 тысяч долларов ему заплатят. А если на лист и еще расскажет, как будут звать персонажи, то сразу 15 тысяч долларов. Огромное состояние. Толстой на это пошел, и на эти деньги он переселил молоком в Канаду. Духоборов в Канаду. Вот Элеадор, зная про это, прибыл в Соединенные Штаты Америки и громогласно объявил через прессу, что он собирается написать книгу про императорскую семью Ираспутина. И в этой книге он расскажет всю правду. Ждем предложения от издательств. Кто больше? Вот нам с вами смешно, а вот Российскому министерству иностранных дел было не смешно, потому что оно отнеслось к этому заявлению совершенно серьезное. И начало зондировать, сколько Элеадор хочет денег, чтобы только не рассказывать ничего, ничего не писать. Такие переговоры реально явились. Но они чему не привели. Доподлинно известно, что в рамках вот этой пиар-деятельности Элеадор посещал также британское посольство в Соединенных Штатах Америки и разговаривал там с представителями британской разведки. И он подтвердил там, это доподлинно научно установленный факт, что он тоже рассказывал, что вот-вот будет заключен сепаратный мир. И сторонником этого сепаратного мира является Распутин. То есть на британскую разведку с разных сторон стекалась информация о том, что Россия действительно готовит сепаратный мир. И самым горячим сторонником этого сепаратного мира является Григорий Ефимович Распутин. И в связи с этим и объясняется действительно реальное участие британской разведки в убийстве Григория Ефимовича. Хотя оно, конечно, не было определяющим. То есть если бы британской разведки не было, то убийство все равно бы совершилось. И что самое интересное, убийство это было задумано именно в монархических кругах. Почему? Потому что Распутин в этот момент виделся как главное зло, которое дискредитирует монархию. То есть спасти монархию от монархии это вполне здравая идея. И вот здесь мы видим убийц будущих. Сейчас я покажу остальных. Кто убийцы? Это не революционеры, это не либералы, это монархисты, которые стоят даже на более правых позициях, чем сам царь. Владимир Пуришкевич, это лидер главной монархической партии в Государственной Думе. Вот на него отличная карикатура. Великий князь Дмитрий Павлович, родственник царя. Вот он, Дмитрий Павлович. И на самом деле он потом... А, это извините, Исупов, он у меня дальше есть. Это... Держу меня, держу меня, сейчас я покажу. Дмитрий Павлович, вот ты мой дорогой. Вот, посмотрите, какой он. Прям модель, модель современная. Что ж ты... И Феликса, наверное. Вот. Дмитрий Павлович. Сейчас, я думаю, что он бы был очень постребован именно вот... Можно представить, да, на обложке глянца журнала. То есть сейчас вот любят такие вещи. Чем-то на Данилу Полякова похоже. А вот это он с Коко Шанель. Уже потом, у них там что-то было. И вот он, видите, как бы, что делать? Челентано такой. Да, да, со шляпой, кстати, собачка с его стороны станет. Да, ну и, естественно, главный фигурант, непосредственно, Феликс Феликсович Юсупов. Да. Значит, Феликс в этой ситуации является наиболее важным персонажем, потому что, во-первых, убийство происходило в его доме, во-вторых, у Феликса в анамнезе было обучение в Оксфорде. Вот, и, собственно, именно поэтому, именно поэтому следу и устанавливается участие британской разведки, потому что в срочном порядке в Петроград направляется агент МИ-6 Освальд Райнер, который был однокурсником Феликса в Оксфорде. И они очень быстро встречаются, очень быстро находят общий язык. И, собственно, есть очень большая доля вероятности, что Райнер, если не... Точнее, есть большая доля вероятности, что Райнер лично принимал участие в убийстве Распутина. Но если это и не так, то, во всяком случае, он был в курсе и курировал процесс. Но, по крайней мере, в документальных фильмах, которые вышли целой пачкой в последние... Ну, там делали документальный фильм, не документальный... Но я имею в виду в популярных кругах, в популистской истории. Англичане абсолютно открыто о этом заявляют. Нет, есть монография Ричарда Каллина и Эндрюха Кока, в которой проанализированы действия британской разведки, и там приведен ряд документов, в частности, переписка британских агентов, в которых говорится, что не все пошло по плану, но в целом цель достигнута, и Освальд Райнер сейчас заметает следы. И слухи об участии англичан, конечно, ходили, об этом говорил император Николай II на новогоднем банкете с Джорджем Юкинином в Зимнем дворце. Феликс безусловно сливаются вот эти два потока. С одной стороны попытка спасти монархию от дискредитирующего ее грязного развратника, с другой стороны попытки британской разведки ликвидировать угрозу сепаратного мира. Кстати, есть очень интересно свидетельство великого князя Николая Михайловича, троюродного брата Николая II, который столкнулся уже после убийства с Феликсом и спросил, почему ты это сделал. и Феликс ему сказал, чтобы не заключили сепаратный мир. И вполне возможно о попытках заключить сепаратный мир Феликс узнал от Освальда Райнера. Феликс, в общем, по большому счету был мотором этого убийства. Он начинает налаживать отношения с Распутиным, встречается с ним в течение нескольких месяцев, специально оборудует подвал в Юсуповском дворце, специальную комнату в покое. Вот он вместе располагается, сейчас на месте это вообще ветеранская кирха стоит, сейчас на ее месте ДК-связи, ДК-газа. 16 декабря 1916 года наступает финал этой драмы. Феликс накануне приглашает Григория Ефимовича приехать к нему в гости под предлогом болезни его жены Ирины. Ирины в это время в Петрограде нет, она находится в Крыму, но Распутин об этом не знает. Надо сказать, что предшествующие несколько месяцев у них сложились такие отношения, что можно сказать, что они даже подружились. Во всяком случае, Распутин по свидетельствам очевидцев хорошо отзывался о Феликсе, но ему явно нравился. И Распутин действительно так хотел поехать к Феликсу, что он даже обманул Феллеров, которые за ним наблюдали, а за ним было установлено наблюдение полицейское. Но Распутин вышел через задний ход и от наблюдения улизнул, приехав к Феликсу никем не замеченным. Феликс его встретил и провел в полуподвальное помещение, где был накрыт роскошный стол. Там были фрукты, ядства и пирожные. Пирожные были якобы отравлены. Один из заговорщиков, доктор Лазарерт, должен был принести яд, которым Распутин планировалось отравить. И Распутин по совету Феликса эти пирожные съел, но с ним ничего не происходило. Тем временем из верхних комнат стал доноситься шум. Распутин стал спрашивать, что там происходит и где вообще Ирина. Феликс ему сказал, что к Ирине сейчас приехали гости, она их провожает, но на самом деле это были другие убийцы, Пуришкевич, Дмитрий Павлович и поручик Сухотин. Так вот Феликс вышел, а когда вернулся, решил, что надежно действия яда уже нет и выстрелил в Распутина. Выстрелил ему в живот. Распутин упал и Феликсу показалось, что он мертв. Потом он поднялся к своим другим заговорщикам, пробовал с ними некоторое время и спустился посмотреть на труп. Потом ему, как он рассказывал, почему-то пришел в голову пощупать пульс. И когда он начал щупать пульс, Распутин открыл один глаз. Потом второй. Потом вскочил, схватил Феликса, швырнул его в сторону и бросился бежать. Феликс бешено закричал «Ловите его, он жив, он бежит!» Распутин подбежал к черному ходу и выскочил во двор. За ним бросился государственной думы Пуришкевича и стал беспорядочно стрелять. Распутин уже добежал до решетки и стал пытаться перевезть через нее и тут последним выстрелом Пуришкевич все-таки его добил. Вот такая вот история убийства Распутина, но есть одно но. Она известна исключительно в пересказе Феликса и господина Пуришкевича. То есть два человека, причем довольно путанно и немного по-разному рассказывают эту историю. Разница заключалась в том, что, например, сначала Феликс рассказывал, что он стрелял в живот. По их рассказам получается, что стреляли один раз в живот и два раза в спину. Но когда был опубликован акт вскрытия Распутина, то выяснилось, что все немножко не так. У него одна рана в живот, одна рана в спину и вот этот контрольный выстрел, который Пашу пока показал. Причем все три раны независимо друг от друга были смертельными. То есть после первого ранения в живот, у него печень была прострелена, он мог прожить максимум 20 минут. То есть все эти ранения не очень быстро с небольшим интервалом были сделаны. Кроме того, у него реально удар каким-то острым предметом в бок, еще у него рана, возможно, кинжальная, и многочисленные повреждения тела и лица. То есть его били. Причем, по мнению судмедэксперта, часть из них были посмертные. То есть его избивали еще после смерти уже, наносили удар. Какая любовь? Есть байка, что его бросили в прорубь, уже его бросили, он был еще жив, потому что он захлебнулся. Но это страшилка, придуманная позже. Он был убит, и никакой мистики, скорее всего, не было, и, скорее всего, он даже не вскакивал, как рассказывал Феликс. Я думаю, что поэтому и появилась версия Калина и Кука. Они пишут, что вот эти все многочисленные повреждения, это следы пыток, его пытали. Сложно сказать, так ли это, но то, что Феликс был не полностью искренен, будьте здоровы, в своем описании, это точно. Конечно, убийство Распутина было страшным ударом для Александры Федоровны и ее окружения, страшным ударом для Анны Вырубовой, страшным ударом для министра внутренних дел Протопопова, только что назначенного, который вот этой небольшой группы условно верных императору людей, которые пытались держаться перед наступающей революцией и перед фабрикуемыми заговорами. Но в глазах других все убийцы в тот час стали настоящими героями, настоящими патриотами. И когда Дмитрий Павлович на следующий день явился в театре, ему устроили овацию. Феликс написал письмо императрице, в котором он отрицал, что он принимал какое-то участие в этом, но его достаточно быстро изобличили, потому что еще в момент убийства неподалеку оказался Городовой. Порешкевич его вызвал и сказал, если ты патриот, ты должен молчать, тебя это не касается. Городовой сказал, да, конечно, сударь. И через 20 минут доложал об этом своему начальнику. На следующий день уже пришли разбираться, и операция не имела никакого смысла. Поэтому было понятно. Порешкевич был самый умный, пользуясь депутатской неприкосновенностью, он тут же сводил на фронт. В поезд и уехал. Оставив Дмитрию Павловичу и Феликсу, недолго наслаждаться в лучах славы сомнительной, которым их одарил Петроградское общество. Но потом их арестовали. Их арестовали из точки зрения общества подвергли невиданным карам. Дмитрия Павловича отправили на фронт. Причем на самый такой спокойный фронт, в Персию, в корпус генерала Баратова. По дороге с ним случился истерический припадок, как пишут свидетели. А Феликса вообще сослали в его Курское имение. Это очень жестокое. А перед этим их подсадили в подарест. Ну, пока, естественно. Подарест они, а подарестом они сидели в ужаснейшем каземате. Это дворец Белосельских, Белозерских, Новолуневского и Портанки, который до революции как раз принадлежал Сергею Александровичу и Евгене Федоровне. А поскольку Дмитрий Павлович воспитывался в их семье, то, соответственно, вот там они с Феликсом в этих ужаснейших условиях оказались подарестом. Практически вся императорская семья, вот эта широкая, она выступила на стороне заговорщиков. Это очень важно. Задавали тон, естественно, мамы, мама Дмитрия Павловича и мама Феликса Зинаида Юсупова. Они подговорили великого князя Александра Михайловича, друга и троюродного брата царя, отправиться к нему и попросить за мальчиков, потому что, особенно за Дмитрия Павловича, это очень страшно. Его отправили на фронт, там могут убить. Надо вернуть. Это, ну, такие страшные наказания, он ничего, по сути, не сделал уже. Александр Михайлович пришел к царю на прием, помялся, сказал вот эти глупости. Николай Второй грустно на него посмотрел и сказал, если верить воспоминаниям Александра Михайловича, ты же согласишься со мной, Сандра, что никто, даже самый высокопоставленный человек, не может лишать жизни другого человека. Ну, Александр Михайлович покивал и на этом закончилось. А потом Николай Второй написал еще письмо вот этим дамам, своим родственницам, о том, что удивлен вашим просьбам и возмущен. Но, по большому счету, конечно, это было невеликое наказание. И Николай, я думаю, что Николай не прибег к более серьезному наказанию не потому, что он не считал их виновниками, конечно, а потому, что он боялся. Он боялся в этот момент провоцировать общество и хотел сконцентрироваться на своей главной надежде на весеннем наступлении 1917 года, которым он, предвидя близость экономического краха России, хотел все-таки закончить войну на своих условиях, не прибегая к сепаратному миру. Но, как мы знаем, у него это не получилось. И на самом деле Дмитрия Павловича это спасло то, что его высадили. Да, это спасло Дмитрия Павловича и Феликса по большому счету жизнь сложилась неплохо. Они в дальнейшем энергично монетизировали этот эпизод из своей жизни. Поэтому они закончили гораздо удачнее, чем закончила царская семья. Дмитрий Павлович, как я уже сказал, оказался во Франции. Про Феликса я уже вот вам вначале рассказывал, не для камеры, но вышел фильм 1932 года Распутина. Феликс поиздержался. Он вывез два полотна Рембрандта и миллион долларов. Это стерамическая сумма. Ну, эквивалент именно миллион долларов. Но они закончились. Не закончились, к сожалению. И тут выходит этот фильм, он подает на компанию Джемс Суд и выигрывает. Ему платят, он пишет мемуары и вот за счет этого очень неплохо живет потом. На самом деле долгой может не знать сейчас. Может узнать это нервы в жизни и сделать правильный поступок. Потом он всю жизнь тебе огурнет. Да, да, просто выкинули прекрасный билет. То есть, подводя черту под всем, что мы сказали. Абсолютно детальный такой планомерный рассказ, который показывает вам, что революция, которая случилась в семнадцатом году в октябре, это лишь дальний, дальний, отголосок всего того, что нарастало и не только в рабочей среде, и не только в крестьянстве, а именно на самом верху. Именно самый верх. И вот это и серия того, что я считаю романов без соплей, оно очередной раз нам демонстрирует, что, к сожалению, в обществе все было очень нехорошо именно в его голове. А не то, что там снизу пришли какие-то... Снизу тоже, конечно, все было гулящее. Но вот... Революционные ситуации раскладываются из двух. Да, 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 верхи и низи. Есть ли у вас какие-то вопросы, господа? Да, давайте, пожалуйста. у меня вот вопрос к вам такой профессиональный, к историку на основе ваших научных исканий. Если бы у нас последним вторем был не Николай Второй, а более болевой человек, хороший руководитель, то могли бы мы отсрочить революцию в нашей стране и могло ли ее вообще не произойти? Думаю, что нет. Дело в том, что Николай Второй, помимо того, что он действительно не обладал каким-то сверх качествами государственного деятеля, вынужден был работать с очень неудачным наследством. На мой взгляд, историческая развилка, которая могла бы изменить историю России, была пройдена в царствование Александра Первого, потому что это именно тот монарх, которому выпала уникальная возможность отменить крепостное право и, соответственно, запустить путь буржуазной модернизации в России. После победы над Наполеоном он обладал очень большой поддержкой самых пассионарных кругов, которые хотели отмены крепостного права, он обладал поддержкой армии, он был очень популярен в самом народе и это был наилучший момент для отмены крепостного права. То есть Александр Второй отменил крепостное право в худших условиях как с экономической точки зрения, так и с точки зрения имиджа монархии. А Александру, ой, Николаю Второму пришлось иметь дело, конечно, с очень тяжелым наследством. Россия модернизировалась медленно, в России было 80% по меньшим меркам неграмотного населения, которое трудилось на земле, то есть это сельское население. Николай Второй был вынужден решать крестьянский вопрос, который очень остро стоял, и это у него не удалось. И удалось ли у кого-то другого сложно сказать. Но я думаю, что при Николае Втором эволюция в принципе была неизбежна уже. Неизбежна в принципе, а после начала Первой мировой войны неизбежна в той форме, в которой она произошла. Ситуация начала скользать еще при Александре Третьем, ну и самый показательный момент убийства Александра Второго, который казалось бы освободил крестьян, там понятно, что были какие-то поползновения обратные от реформы, но тем меньше. Я вот сказал, я считаю, что ситуацию вот скажу про Александре Первым. То есть последствия каких-то действий могут сказываться через сто лет, вот с моей точки зрения именно так. Так, еще был вопрос, да. Я по поводу хотел спросить два вопроса. Да, пожалуйста. Первый вопрос по поводу писем, которые императорский прислал мужу, в которых у нас ссылалось к Распутина. Распутин действительно в этом занимал участие? А, как я понял, у него не было особого мотива смешиваться с политикой. Может быть, противница просто пользовалась его авторитетом? Кстати, извините, письмо Распутина тут у меня завалялось. И, может, сразу второй вопрос? Да. Пару слов о пропаганде, которой церковь занималась. В конце церковь занималась. А пропаганде какой именно? Пропаганде на фронте или пропаганде... Я понял. Черносатин и пропаганде. Да, я понял вопрос. Значит, ну, смотрите, на первый ваш вопрос ответ нет, потому что императрица была бесконечно более авторитетна для царя, чем Григорий Ефимович Распутин. Поэтому прикрываться его авторитетом она вряд ли могла. Вот. Другое дело, что... Почему она упоминала Распутина в своих письмах? Вот. Как я уже сказал в начале лекции, она считала, что Распутин это человек, который олицетворяет в их окружении народ. Их окружают интриганы, негодяи, заговорщики. А вот Распутин он честный. Он из народа. Он плоть от плоти. И поэтому через него с ними говорит русский народ. Поэтому основания слушать его гораздо больше, чем слушать какого-нибудь придворного интригана или великого князя, который фигу в кармане держит. Вот. И этим было и было обусловлено то, что она ссылалась на мнение Распутина в письмах царю. Вот. И, безусловно, Распутин все, что он говорил, он говорил не как политику, даже невозможно подозревать какие-то политические амбиции у Распутина. Он мог какому-нибудь своему гостю там Нагоруховой сказать, ой, я сегодня посоветовал маме назначить министра такого. Но это было, он красовался. Он действительно упивался, вот чего, что можно поставить Распутину в вину, безусловно, что он упивался своим положением, он приписывал все вещи, которых он на самом деле не совершал. ему это нравилось, что он мужик из деревни министрами как будто вертит. Но в реальности его влияние можно усмотреть только в назначениях порядка 16 человек только. И то не сказать, что это были какие-то его ставленники, которыми он потом вертел. Например, начальнику департамента полиции Белецкому его шеф, который занял свой пост при участии Распутина, его шеф Хвостов потом поручил убить Распутина. Это отдельная история, которую мы за недостатком времени просто не коснулись. Так, Юсупов был далеко не первым из тех, кому в голову пришла мысль избавить монархию от Грибу Рея Фимовича. И опять-таки заметил, что эти идеи исходили не из среды революционеров. Вот. Поэтому, как Протопопов говорил, что это был близкий человек и как с любым близким с ним считались, она могла бы так писать, типа, дядя Петя считает, что нужно назначить «Тебе нужно стать верховным накоманом». Она писала типа «Наш друг». Она слушала его как близкого и очень авторитетного человека, но авторитетного не благодаря своему воспитанию, а благодаря его связи с русским народом. Олицетворял в его глазах русский народ. И у него был народный ум. Еще. Что касается церковной пропаганды. Церковная пропаганда, мы сейчас ее услышим, она не изменилась. Церковная пропаганда, если включить телеканал «Царьград», то там все то же самое, что и звучало сто лет назад. Россия это православная страна, которая может существовать только в формате самодержавной монархии. При этих условиях она будет благоденствовать, при любых других условиях она будет страдать. Что? Посредством, прежде всего, проповедей. Конечно. Ну, не только, ну, вы поймите, ну, контекст времени, вы поймите, интернета нет. Какой интернет? Неграмотное население. Какой интернет? Даже если бы он был, это не было. Проповеди в церквях, это прежде всего. То есть, опять-таки, почему, почему огромное количество революционеров исходило из, ну, не из духовенства, а из «Дети духовенства», начиная с народной воли? Потому что у духовенства как раз была возможность, их учили пиару, ну, в современном, нигде больше не учили пиару, нигде больше не учили общаться, их учили общаться с паствой, да, то есть, были определенные методики, были определенные технологии, посредством которых священники должны были влиять на людей. Другое дело, как они эти технологии использовали, но священники, это были единственные специалисты в области именно, ну, такой нормальной пропаганды. потому что СМИ, они, да, были мощные как бы СМИ, и, к сожалению, но это отдельная сейчас не будет песня, но тем не менее, поэтому в основном, это, конечно, проповеди в церквях, а в церкви, я хочу сказать вам, ходило подавляющее большинство населения тогда, потому что это был, ну, такой... население было сельское. мастхэв. Так, еще какие-то вопросы? Пожалуйста. Два небольших вопроса. Как именно Распутин вошел в СМИ, то есть, вот его познакомили, а потом какое-то действие должно произойти, что он стал близким. И второй вопрос, можно сказать, что все действия Совета Распутина, они были, в общем-то, направлены только на одно, на сохранение своего статуса. То есть, он считал, что этот чиновник будет противодействовать ему и не рекомендовал его, а этот будет, ну, им был говорить и рекомендовал его. Ответ на первый вопрос. Его приглашали, потому что в нем были заинтересованы. Ну, а уж после того, как выявилась его уникальная роль в лечении царевича Алексея, его там с собакой искали, чтобы он только что-то сделал. Как это произошло? Там был какой-то определенный случай? Ну, да, то есть, события. То есть, вы имеете в виду, что вот есть некий Распутин, и потом он вдруг приходит и говорит, так, сейчас здесь упадет люстра, я нападаю. Не-не-не, наоборот, это не так. Нет-не-не, это не так. Нет-не-не, естественно, естественно, да, конечно, Егор же рассказывал об этом. Естественно, когда обнаружилась гемофилия, дело в том, что у Распутина была уже к этому моменту репутация святого старца, который в том числе обладал и способностями врачевания, и как только возникла вот эта болезнь, пригласили первым делом после того, как стало понятно, что официальная медицина бессильна, Александра Федоровна стала думать, к кому она может обратиться, и призвали Распутина, и у Распутина получилось с самого начала. Он в это время уже входил в... Да, он уже был. Да, он был известен, и, скажем так, к нему относились с благосклонностью, но, конечно, свое исключительное влияние он приобрел после того, как стал лечиться. То есть, знакомство произошло в 1905 году, после этого его несколько раз приглашали, говорили, и Распутин, чем он расположил царя к себе? Именно тем, что он поддержал царя и царицу в годы революции 1905-1907 годов. Он как раз и стал в этот момент для них олицетворением народа, потому что он говорил «Не верь, народ за тебя». А когда в 1907 году обнаружилось гемофилию, он проявил свои врачевательские способности, и тут уже совсем... Ну, то есть, для императрицы это стал самый близкий человек. Тогда же как раз... Видите, как получилось еще? Произошла ссора с черногорками, лучшей подругой стала Вырубова. Вырубова тоже была очень одинокая. Вырубова подружилась с Распутиным. То есть, у них взаимная симпатия такая тройственная была. Царица Вырубова Распутин. И в каких-то случаях Распутин потом поддерживала Анна Александровна Вырубова, а в каких-то случаях она. Вот. Вырубова часто лоббировала интересы, даже общаясь с царем. Вот. Например, известно, что когда возникла вот эта история про ресторан Яр, Вырубова говорила с царем, царь пошел с университетом, узнавать, что там было. Вот. И Вырубова, естественно, выступила на стороне Григорий Ефимович. Так, а второй вопрос у Вас какой был? А второй вопрос, что его советы, они были тратегии, а именно свой статус-квост. Да, так до конца сказать нельзя, вот, потому что Распутин своеобразно все-таки, видимо, испытывал дружеские чувства к царю и царице. Вот. И он своей мужицкой логикой пытался по возможности им помочь. Другое дело, что его советы были дилетантскими, вот, но на своем уровне при этом, безусловно, Вы совершенно правы, он, естественно, стремился к сохранению своего положения, сохранению своего статуса. Я не случайно сказал, что когда Митя Козельский с ножницами подступил и Распутин бежал, он еще боялся, действительно боялся и потом хотел даже мириться с Гермогеном до тех пор, пока не узнал решение царя. Как только он узнал, что царь, значит, разгневался, то он сразу же начал над ними досмехаться. Ах, думали Гришка, вот, значит, свалить не получится. Он говорил, кто, значит, как же? С ножницами там ходил? Это мой любимый экскурсант. Он говорил, я на кого залез, тот на меня уже не влезет. Примерно так. Да, хорошо. Следующий вопрос. Как революционеры относились к Распутину и, может, где-то он засветился? Были упоминания какие-то? Да, конечно, засветился. Более чем. Есть известная фраза Владимира Ильича Ленина, которая вынесена в эпиграф к известному фильму «Агония», значит, где он перечисляет там чудовищную вот эту клику, которая вокруг трона образовалась, значит, здесь есть интернет, можно поискать дословно, значит, чудовищная клика, там Пуришкевич, он через запятую перечисляет всех вот черносотенных деятельностей, во главе с чудовищным Распутиным, нет, с чудовищным Распутиным во главе. Вот, вот эта фраза вынесена в эпиграф известного фильма «Агония», где Алексей Петренко играет Распутина. Вот, но, безусловно, для всех революционеров, для всех, без исключения, что для буржуазных, что для деятелей революционной демократии, Распутин был персонажем резко отрицательным. Единственный человек, который к нему относился с какой-то симпатией из революционеров, это был Бонч Бруевич, который в свое время, скажем так, выступил на его защиту. Бонч Бруевич вообще был своеобразный, он в таких персонажах видел некую революционную потенцию, потому что при определенных обстоятельствах Распутина могло бы затянуть и в этот лагерь. Например, после своей ссоры с Гермогеном и Феофаном он начал какие-то антицерковные инвективы выдавать, говорить, что церковь все под себя гребет. У него, в общем, были такие, он сторонник такой народной монархии. Ну и плюс, естественно, все, основные силы использовали это все для пропаганды на полную катушку. Вот тот фильм, который я в самом начале показывал, он хоть и западный, и не надо воспринять, что все западное служит к люку. Действительно, вот эта фраза, которую якобы Троцкий говорит Ленину, что он стоит целой армии, это правда. Целый раздробленный, разгромленный армия, вот один образ Распутина, он прекрасно играл в даю. Вопрос у меня такой, вот удавалось ли Распутина еще успешно лечить кого-нибудь, кроме наследника? И какими способами он это делал? Есть ли информация? Есть множество свидетельств об этом, что действительно, да, он помогал, но все эти свидетельства мемуарные и представлены в единственном числе. То есть, воспоминания, думается, что половина из них, точно так же, как и свидетельства о неком сексуальном контакте с этими женщинами, они носят апокрифический характер. Мне об этом неизвестно. Но я думаю, что Распутин, безусловно, обладал какими-то терапевтическими способностями, которые позволяли человеку очень быстро успокаиваться. То есть, медики, обычно, пытаясь объяснить феномен Распутина, они пишут, что он обладал уникальными способностями к успокоению человека, к расслаблению и к внушению. А, кстати, при гемофилии очень важно общение с человеком, который может тебе внушить спокойное состояние. И именно этим объясняются успехи в лечении наследника. Возможно, часть мемуарных свидетельств о излечении других людей они правдивы. Но вот какого-то постоянного пациента, которого бы другого постоянного пациента, которого бы лечил Распутин из раза в раз, такого не было. Некоторые гиды в Петербурге рассказывают, что Распутин поехал к Феликсу, чтобы вылечить его от гомосексуализма. Ледорубу. 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 Но это на самом деле они прочитали Кабакерка и висок. Они прочитали этого Эдварда Распутинского, потому что это его версия, что перед убийством у них была сексуальная связь. Эдвард Саниславович придумал. Так, да. Еще вопрос. В том же упомянутом фильме Агония был такой персонаж Цимитрий Падмаев. Да, да, да. И если есть время, можно ли рассказать? Просто так взаимоотношения между Распутином и Падмаевым показаны, что они были такие доверительные и оба понимали, что это два таких шарлатана, которые на своем интернете зарабатывают деньги. Апотеки Цимитрии. Падмаев, ну, это очень долго. Бадмаев это тема отдельной... Он очень отличается от Распутина, на самом деле. Бадмаев это тема отдельной истории. Можно только сказать, что Бадмаев, безусловно, тоже был вовлечен в политические игры и он точно так же и составлял свой собственный капитал на этом и пытался влиять на государственную политику. Это был влиятельный человек, которому тоже доверяли, к которому прислушивались. То есть он, безусловно, интересный и важный герой, но это тема отдельной лекции. А вот именно связь была какая-то? Они общались? Есть ли какие-то свидетельства о том, что они действительно... Есть. Например, вспоминания Васильева, последнего директора департамента полиции, где он прям описывает, как он общался с ними и дает им, кстати, характеристики, такие прям вообще елейные. Вот. То есть, конечно, есть свидетельства об этом. Безусловно, они были знакомы. В Петрограде все друг с другом были знакомы и приближенные к трону особенно. Банмаев, например, лечил от биполярного расстройства будущего министра внутренних дел Протопопова. Вот. То есть, это был человек, который тоже прибегал к врачеванию высшего света, и который, безусловно, был знаком с Николаем Вторым и даже пытался с ним на эту тему общаться на какие-то политические темы. Вот. Но ему не удалось приобрести то влияние, которое имел Распутин. Хотя, возможно, он это и хотел. Это и хотел. Так. Есть еще? Да. Биполярное расстройство сложное выполевание. Да вообще слово биполярное сложное. Да. Вы упомянули, что за Распутином следили филеры. Да. И чего за ним было установлено смешно? По нескольким причинам. Первая причина заключалась в том, именно, в вопросах безопасности. Вторая причина заключалась в том, что в полиции тоже были люди, которым считали Распутина временем для монархии. И они стремились поймать его на чем-либо вроде депоша в ресторане Яр. Но так, чтобы это было стопроцентно доказано. Потому что в ресторане Яр доказать его депош не получилось. Там все за закрытыми дверями происходило. И полиция, по сути, когда представил Николаю Второму доклад, она ссылалась на домыслы. Поэтому две таких мотивации, которые тесно перекрывались. Но убийство Распутина не хотел никто. Да? Я туда несколько небольших вопросов. Вы в самом начале свернули, вы сказали, что он был добрый. То есть, вот, или злой. Вот его можно как разложить, как психотип? Да, психотип очень простой. Это был хитрый, в первую очередь, хитрый мужик, которому выпал счастливый билет. И он стремился свой комфорт охранять. По возможности не, так сказать, идя на сделки со своей совестью, но все-таки иногда идя на них. Распутин был знаменит тем, что он, как я уже сказал, упивался, буквально упивался своим положением. Мы повторяем все то, что сказали уже. Он любил прихвастнуть своими связями. Ему нравилось, что к нему приходят банкиры, купцы, чиновники, которые хотят получить в какое-нибудь местечко. Он пытался им помогать, а он брал за это деньги. Брал за это деньги немалые. Правда, вот его апологеты говорят, что он уже на эти деньги и монастыри строил, и это правда. Но и себе оставлял немало, не бедный был человек. Как Паша правильно сказал, дочери своей пытался дать хорошее образование, более-менее удачно выдал ее замуж, ее муж потом хотел освободить царя, между прочим. Это был хитрый мужик, которому выпал счастливый билет. Это не был крупные политические дети, это не был какой-то целительный маг, это не был действительно какой-то народный герой, это был просто человек, которому повезло. И он это везение, он был благодарен царю и царице за это везение и наслаждался своим положением до тех пор, пока ему не пустили три пули. просто есть Распутин, а есть многослойное просто вот это я не знаю что из пропаганды, пиары, вот это все, что наслоилось на него. Но это наслаждается более исторической деятельностью, если мы копнем даже начиная с государственных до низких тех, кто пошел в историю. А успел ли он нажить в состояниице какой-нибудь? Как он распоряжался? Ну, вот прям в состояниице он, во-первых, постоянно посылал деньги к себе в деревню, он поддерживал там своих, во-вторых, у него были советники, у него были советники всевозможные, которые ему там рекомендовали, но опять-таки не без собственных интересов, вот у нас Алексеевич Мануйлов был такой прекрасный, замечательный тоже, правда, не совсем традиционных взглядов на половые отношения, но бывает, что же поделать. Но сказать, что Распутин стал прямо миллионером, нет, так сказать нельзя. А детей сколько у него было? Трое. У него были две дочери и сына. Жена была там, да, жена была там, он женился 18 лет и долгое время жену не видел. В Петербурге у него была другая жизнь. В Петербурге у него была своя жизнь. Раз он так убил деньги, иностранные разведки не пробовали его сначала купить, задействовать. Об этом ничего не известно. Единственное, что интересно и что подлежит еще исследованию, это то, что очень многие люди из окружения Григория Распутина подозревались подозревались в германском шпионаже, в работе на германские разведки. Джордж Бьюкинин потом говорил, что Распутин-то, мы прекрасно понимали, что Распутин-то он не шпион, но просто его окружают, шпионы. Два человека главных были арестованы из окружения Распутина. это банкир Дмитрий Львович Рубинштейн, который интересовался Митико Рубинштейн. Да, Митико его звали. Такой ушлый очень делец, который интересовался у Григория Ефимовича, где будет наступление в ближайшее время, потому что по официальной версии он хотел прикупить лес. Хотел прикупить лес, очень интересовался, как бы там не начали наступать. А второе это князь Андронников. Это тоже достойночь, как и Банмаев, отдельные лекции. Это обедневший дворянин, который ничего, кроме княжеского титула, не имел. И он в Петербурге был знаменит тем, что он просто был со всеми знаком и разносил сплетни туда-сюда. А во сколько возник дефицит кадров у императорской четы, то и он тоже к Вырубовой туда вошел в число своих. Тоже, кстати, нетрадиционный. Черт, тут у нас уже возникает какой-то... Ну, мы можем посвятить отдельно эту лекцию, в конце концов. Тут уже выявляется какая-то, мы вот так нащупали еще одну какую-то... О, сколько тем нам готовят. Я думаю, это у вас Станиславович писал уже что-то про Венцов. Есть еще вопрос у кого-то? Подожди, я не закончил от печати. Вот. Я думаю, что ни Рубинштейн, ни Адроников реально не были, конечно, немецкими шпионами, и вот их аресты, они были вызваны как раз теми подозрениями, которые возникли в результате обстоятельств, о которых я рассказывал, и в результате деятельности Штюрмера, в результате его заявлений о таких неосторожных, в результате была цель вот этого инцидента, была цель в результате показаний Леодора в Америке. То есть все вот эти слухи, они же не только достоянием английской разведки становились, они разносились, и в Петроградском обществе про них активно говорили. Собственно, арест Рубинштейна Дмитрия Львовича осуществила контрразведка Северного фронта во главе с генералом Батюшиным, которому царь разрешил не только на фронте действовать, но и в тылу. Петроград был тылом Северного фронта. Первым делом Батюшин приехал и арестовал Рубинштейна. такое подозрение, что он подбирался Григорию Ефимовичу. Если уж не увлечить его в шпионаже, что, кстати, тоже было невозможно, но то фиктивно, естественно, как Месоедово, то возможно хотя бы его каким-то образом изолировать. Тут есть еще один такой нюанс, но я, опять-таки, насличку не одержал, но Распутин, он реально любил царя, то есть он был русский мужик, и вот у него царь. И он иногда действительно искренне хотел ему помочь. Поэтому, ну, это, наверное, было бы громким заявлением, но все-таки хотелось бы верить, что все-таки деньги не пахнут, непонятное дело. Ну, одно дело брать деньги вот по этим вопросам, но от разведки, ну, черт его знает, а вдруг у него там что-то, какие-то остатки шевельнулись бы внутри, и он сказал нет. Я думаю, что ему никто напрямую не сказал, да, таким образом давайте. В общем, да, доставимых данных об этом нет, скорее всего, этого не было. Очень маленький вопрос. Да. А Труб Распутина, он был в полной комплектации? Просто не способен, что Труб Распутина в полной комплектации? Да, да, это не удалось. Это он был в полной комплектации? Ни Тихозельского, ни Хиони Гусевой рядом не оказалось. Они в этом не участвовали. Труб Распутина был в полной комплектации. Есть потрясающая книжка одного петербургского краеведа, она вообще-то сущена северу города, и там рассказывается вообще про судьбу потом Труба Распутина. Он же был похоронен, и из этого сделали просто это место поломочества самостоятельно. Очень интересная тема, вот как он ее придумал, интересно. А как он пришел к мысли написать историю трупа? Ну, он не про труп, конечно, естественно. Он там вскоре вспоминает, что просто потом при советской власти возникло вопрос, что с этим делать? И распорядились, короче, его вывезти и похоронить день за городом. И пока его везли, то где-то в районе лесного, короче, машина застряла. Непонятно, что случилось, то ли бензин кончился, то ли мотор сомневался, и, короче, вот этот вот Труб Распутина мы просто тупо сожгли в лесу. Ну, потому что от него просто надо было избавиться. я знаю, кто придумал историю про неполную комплектацию, ее придумал, ее придумал Игорь Князькин, такой сексолог. Ой, я нравлю него это, прекрасный, прекрасный человек, замечательный, такой, в комментариях. Человек, человек сделал себе, да, сделал себе медийную карьеру, вот, именно на том, что он стал всем рассказать, что у него в коллекции есть застартованный орган Григория Ефимовича, и всем его демонстрировал там нечто, я в свое время присутствовал, мы с Пашей одно время работали в журнале в одном петербургском, который делает премию топ-50 «Самые знаменитые люди Петербурга», вот, и, значит, Игорь Князькин в один из годов на нее номинировался, а вручать должны были ему премию Ксения Собчак и Андрей Малахов, вот, значит, и Ксения Собчак говорит, вот у нас номинирован Игорь Князькин, кто это вообще такой? А Малахов такой, «Как ты не знаешь? Это человек в коллекции, в которой он находится, пенис Распутина». Там вообще он такой, «О, ну тогда заходи!» Вот видите, опять-таки, как вовремя, как важно вовремя застолбить поляну, да, поэтому вы можете тоже обзавестись в свое, не обязательно. Ну, так, помимо Распутина есть еще масса других интересных персонажей. Еще больше. Да, зачем? Бедный дружков. Дружков, мне кажется, более симпатичный, чем все. Друзья, давайте еще два вопроса. Да. Пожалуйста. А их и нет. Нет, да? Все? Пожалуйста. Когда можно в ресторан Яр пойти? В ресторан Яр можно пойти хоть и час, но там такой интерьер, я тебе хочу сказать, что ну просто вот... Что просто сразу хочется устроить дебош. Да, что хочется устроить дебош. Это как у меня после одной экскурсии вот там в конце Басмана мы зашли, ну, ко мне выходят, ну вот, приличные люди, да? И там такой грузинский ресторан, и там такой интерьер, вот реально, совок таких 90-х, вот постсовочный, белый, все такой белый-белый, сущий, как снежинка. И мы заходим, и человек, который принимает, как-то правильно, говорит, польты, да, говорит правильно, вот польты, вот принимает, и он так на нас смотрит, говорит, а сегодня бизнес-мончанец. Я говорю, спасибо тебе, дорогой, и я говорю, ну, мы, конечно, все понимаем, но, может, не настолько, да, себяшечку, может быть, сделаем. Себяшечку? Да. Пока никто не ушел из... В зал не надо прыгать. Ты раз... Да, конечно, можно, да. Егор, а можно у вас автограф? А, пожалуйста. Да, конечно. Сейчас, извините, пожалуйста. Не, ну, что вы. Иди сюда. Иди сюда. Все, ладно, людям не нравится наш тыл. Дорогие друзья, огромное спасибо, что пришли. и мы, на самом деле, ну, это был тест. Это был тест, мы, вот я опять уже очень много еще понял. Можно я закончу, потому что ты стал просить вопрос еще до того, как я закончил лекцию. Вот, значит, я вот думал о том, чем закончить, и я понял, что история Распутина это идеальная история о том, как опасна власть. Вот, Григорий Ефимович, он мечтал, на самом деле, действительно, об этой сладкой жизни, он мечтал дружить с царями, мечтал дружить с министрами, мечтал назначать или увольнять их, и он все это получил, его мечта сбылась. Но, закончилось все это тем, что его простреленное трижды тело, изуродованное, избитое, сбросили в прорубь. Власть опасна. Это главный урок, который несет нам биография Григория Ефимовича Распутина. Вау! Danger! Danger! Завтра выбор убить. Мне только сейчас пришла в голову эта мысль. Согласичен тему. Слава Богу, что выложим видео попозже. Про Собчак говорили. Да. Да, да, Собчак опять же, но вы же знали, кто видел мое гениальный ролик. Я еще в 12-м году спел про то, что Собчак на президенты толкать. Ребята, спасибо. Новый раз Путин! Провидец! Пеннис? Нет. Спасибо большое, что пришли. Мы озаботимся более большим помещением в следующий раз. И, наверное, все-таки как-то и структурируем систему оповещения опять-таки о наших мероприятиях. Но они однозначно состоятся. Они состоятся в апреле, как минимум одно будет, а может быть даже и два. Какое мы решим, когда мы решим, я надеюсь, соответственно, если у вас есть какие-то вопросы, пожелания и так далее, вы можете смело и написать и мне, или Егору, мы абсолютно доступны, через сеть ВКонтакте или еще где-нибудь, где нас найдете, в фейсбуках, во всяких мы есть тоже. Соответственно, следите просто за этой информацией и приходите, мы это дело повторим. Спасибо большое, а инструкции по расставанию с вашим благосостоянием я уже дал в начале лекции. Спасибо большое, мне было очень приятно выступать на свек, и дальше приедем еще. Спасибо. Всем спасибо, все свободны, автографы, поцелуи, горячие рукопожатия, прочее, пожалуйста. Следующая наша пока еще тоже такая полуэкспериментальная встреча, проект «Историк и журналист» с Егором Яковлевым состоится 30 апреля в пространстве Freedom, это понедельник, день тяжелый, тем не менее, 8 часов. Всех вас там ждем на Казанской дом 7. Обязательная регистрация на стене в группе, которая будет указана в ссылке под этим видео. Мы поговорим про еврейский вопрос в древолюционной России и конкретно про дело Бейлиса, то есть это такая пропаганда в действии. Ну, а своих непосредственно зрителей я приглашаю на очередные экскурсии в Москве, поскольку большое количество желающих, придется вернуться к прежнему формату. В субботу у нас будет экскурсия, которую я проводил уже неоднократно, про главный сталинский проект, дворец Советов, ну и храм Христа Спасителя, все, что вокруг него, художественный музей и так далее. Это будет первая экскурсия. В 13.00 мы встречаемся на выходе со станции метро Боровицкая. А в 16.00 состоится экскурсия по части Пречистенки и ее переулкам. Там будет, как обычно, изюминка моего маршрута. Это то место, где Вера Мухина делала памятник Максиму Горькому. Ну и вообще расскажу, соответственно, про эту замечательную женщину. Ну и не только про нее, про все, что связано непосредственно с этим, так скажем, участком. А в воскресенье в Петербурге будет экскурсия, ну так сказать, Романова без соплей, только теперь оффлайн или, так сказать, господи, как это, на пленэре, да? То есть мы встречаемся в 15.00 с вами на площади Труда. Там есть такая остановка конечная, троллейбусная рядом этот теремок с блинами. Вот примерно там мы встречаемся, поговорим о великом князе Николая Николаевича Старшему и все, что с ним связано. А потом пройдемся по Коногвардейскому бульвару и я расскажу, какие пертрубации ждали коней Диаскуров во времена еще Царской России. Они очень помешали Русской Православной Церкви после того, как был построен Исаакиевский собор. Ну, конечно, там речь идет не про самих коней, а про самих Диаскуров, поскольку они выглядели не очень подобающим образом. В общем, точно так же все ссылки на встречи есть в описании под этим выпуском. Оставляйте там же свои комментарии. Мы, в общем-то, учли, постараюсь учесть с Егором все нюансы, связанные с нашими встречами, то есть, как это, по идее, должно быть, попробуем дальше развивать. Ждем вас, приходите. Спасибо.